Глава девятая. Гонение. В один осенний ржавый день, вернувшись из сибирского приказа, свалился на лавку именитый гость Босой, забился в судорожном кровавом кашле, а потом приставился в глухую полночь, отдал Богу трудовую свою душу. Долго билась на груди у покойника Фитинья Марковна, кликала, плакала, кляла свою судьбу, на силу смогли ее оттянуть. И страшна была зараза, да не взяла чума могучую Фитинью, осталась она жива, а вот дочка их Настенка всего-то через два часика после кончины батюшки отдала Богу свою девичью жизнь. Фитинью Марковну тогда же увел Ульяж в Вознесенский монастырь к монахине дальней тетке, седьмой воде на киселе, к матушке Пахомии. А утром на худых лошаденках приехали ерышки с земского двора в смоляных балахонах и из рогожи, да в куколях с дырами для глаз железными крючьями втащили на телегу тела отца и дочки, увезли в могилу на чумном кладбище за земляным валом. Всю ту холодную зиму после чумы двор Кирилла Васильевича Басова простоял заколоченным, заваленным снегом. А дело-то надо было вести дальше. Пришла весна, растопила снега, омыла шумными водами Москву, зазеленели сквозной листвой березы и тополя. В конце святой приехал в Москву из Сибири Павел Васильевич Басой, и пошел он на Красную Горку, на Радуницу, на кладбище, к дяде да к двоюродной сестре Настенке. К кладбищу шел и шел народ, нес с собой узелки, кошелки, разный припас. Перед кладбищем вдоль дороги от земляного вала сидели тысячи страшных коллег, безруких, безногих, безглазых, с ногами-пятками наперед, трясущихся, ползающих. Их всех выкинула сюда война. Сидели тут же колодники в колодках, в цепях, заключенные в тюрьмах, протягивали деревянные чашки за подаяньем, пели духовные стихи. Павел Васильевич широко шагал своими чуть вывернутыми ногами по сухой уже тропке, за ним поспешали Фитинья Марковна, Ульяш, да еще домашние. — Что ж это такое? — вскричала вдруг Фитинья, останавливаясь перед одним нищим, у которого вместо лица было красное мясо сплошной язвы, и в нем блестел бешено один черный глаз. — Как это Бог попустил? Братец, что такое? — Война, — отвечал Павел Васильевич. — Война да чума ходят по земле, как дьяволы. На кладбище было полно народу. Москвичи сидели на могилках под высокими трехоршинными голубцами, жалились, плакали, кликали дорогих покойников, христосовались с ними красным яичком, кормили их сладкими перепечами. Голубцы-кресты, прикрытые крышей. Христосовались здесь обычаи оставлять пасхальные яйца на могилах близких. Плач, стоны, вздохи, причитания неслись со всех сторон. Попы там и сям наскоро отхватывали панихиды, апрельское солнце ласково и одинаково грело и живых, и мертвых. Сумен сидел на братнем кургане Павел Васильевич. Тут же на травке лежала Фитинья Марковна, вопила ровно и громко, как следует, сперва по муже, потом по невесте дочери, и лежал на кургане, прятал от всех светлые слезы и ульяж. Любил он Настенку, и она любила его. А вот как пришлось, кому скажешь. Но все выше подымалось солнце, теплом дышал ветер, и, должно быть, у других скорбящих на кладбище мрак в душе сменялся светом, горе-радостью. Видны стали не одни курганы, кресты да могилы, а и зеленеющие березы, цветы да муравы. И тут оказалось, со всех сторон раздаются не только стоны, плач, а слышны и гудки, и домры, и свирели. Панихидное пенье сливалось с веселой песенкой птиц, людей. Народ улыбался уже, раскрывал коробья, доставал яства. Блеснули сулейки, и скоро над кладбищем стал веселый гул голосов, музыки, сливавшейся с далеким гулом Москвы. Достали и босы, и свои сулейки, выпили, закусили, помянули усопших. Совсем стало легко на душе. Дойдет и наш черед, а пока делай свое дело, работай. Вот что думал московский люд в этот радостный день на кладбище. Вдруг от входа раздались крики, конский топот, побежали люди, метались среди могил, опрокидывали коробья, до горшки, пение, до музыка прекратились. Пробежал мимо один молодец, пряча домру под полу кафтана. За ним гнались патриарши ерышки в смурых кафтанах с палками в руках. Павел Васильевич со всеми привстал на колени, смотрел, словно бой шел по всему кладбищу. — Стой! — кричали ерыжные. — Стой! Патриарх указал, чтоб в проклятые гудки да дудки не гудели да не дудели бы. — Эй, вы кто? — крикнул Павел Васильевич. — По что народ пугаете? Ничто отозвался один, остановясь, отирая с лица под рукавом. Нет ли кваску, милостивцы? — А вот он, — сказала Фитинья Марковна, — подняла туест с квасом. — Попей, Христа ради, уморился. — Ага, — отвечал тот, высвободив с улыбкой голову из посудины, утирая волосатый рот. — Упалились знамо служба. — Да кто-то таков, что делаете? Мы-то? — Патриарши и ерышки. Сегодня по всем кладбищам бегаем народ велел патриарх наставлять в облагочинии. Молиться патриарх велел, а в бубны бить, да медведям плясать нечего. Ну вот бесовскую забаву ломаем да бьем. — Сие есть грех. Раздался тонкий козлиный голос, и курносый монашек в скудной бороденке, в скуфейке, предстал, подбежал к кургану, дьявольское нарождение. Поднял он глаза и правую руку кверху. Указал святейший патриарх тех людей, что песни поют или с бубнами дуруют, хватать и на патриарший двор тащить для спасения души их. — А что это у тебя, отец, с глазом-то? — прервал Ульяш. Так один православный съездил, не хочет он окаянные силы спасения души. Но взяли, на цепи посидеть, смириться, простить Христа ради. И, поклонившись, вдруг побежал, крича ей рыждому Афанасии, забегая справа, и там под сосной опять с гудками сидят. Хватай, держи. Павел Васильевич сдвинул брови. Чего делают, а? Другая, ох, совсем другая стала Москва в этот приезд Павла Васильевича. Не узнать. Люди другие и мало людей. Чума и война уложили много народу. На дворе боярина Морозова Бориса Ивановича жило челяди 362, осталось 19 человек. А у князя Трубецкого Алексея Никитича из 278 осталось всего 8 человек. Оставшиеся в живых, многие разбежались по городам и уездам. Почитая, и работать некому, кто помер, кто в бегах, кто воюет. Да и сама работа стала другой. Старой веселой работы больше не было. Работали на войну. Обувь, одежу, всякое железное дело, мололи порох. Заработки стали скудны, платили за серебро медью, а налоги пошлины, запросные деньги, пятую, десятую деньгу брали серебром. Серебро дорожало, кто мог, серебряные деньги припрятывал. Медных денег вместо серебряных били все больше, и на денежном дворе добили и сами промышленные люди, медники, серебряники, и пускали свою медь по серебряной цене. Павел Васильевич вернулся с кладбища домой только к вечеру. Избу бабы уже вымыли, натопили, разыскали за божницей свечу, затеплили перед иконами, и опять стало легче. Снова зажглась жизнь. Что ж делать? Война, разор. Подошли соседи. Диак из сибирского приказу Патоличев, Сафрон Фролыч. Большой мужик, голос, как из бочки, борода русая. Минкин Михаила Семенович, торговый человек. Да еще Варварушка-странница тоже подошла. Бродила она по Москве, а встретил ее Павел Васильевичу своих ворот, зазвал. Чернявая, сухая, с ясными глазами, легкая на ногу, Варварушка знала все, о чем знала Москва. — Неправда ходит по земле нашей, — говорила Варварушка, подымая руку, на которой висела лестовка. — Жестокие правители наши, нет в них духа сокрушенного. Где царь? Зачем Москву свою, землю свою оставил? Чужие земли воюют, а ли у самого земли мало? На бояр нас кинул, а бояре о себе радеют, о своих палатах. Патриарх в чуму из Москвы бегал, народ свой бросил, а нечто пастырь может паству оставлять. Как тут мору-то не бытьи? Не любит нас Господь, потому и наказует. Павел Васильевич молчал, постукивая пальцами по столешнице. Была в словах странницы какая-то смутная правда. Недоволен народ, что правды нет. Ищет он, требует свою правду. Война угнетала, разоряла народ. У нас-то с войной не как у шведов или у других немцев. У тех идет вратные люди народу немного, идут своей волей. Идут, чтобы грабить, наживать. Ягон Брун, его отцу Василь Васильевичу, говорил же, — война, барыши хороши. Хоть один голову потеряет, так другой наживет. Да иноземные воины вооружны, ладно. Все с огненным боем в желе закованы, а мы идем с рогатинами, да со слопами, да с топорами. У нас сто лягут, там один. Там одни бойцы воюют, у нас весь народ подымается. Мы всем миром валим, всей землей подымаемся, и всем миром пропадаем. Барыш одни разве бояре видят, войны у нас народ не любит. Варварушка, обведя пальчиком под платком, высвободив подбородок, облизнула языком бледные губы и говорила, — Кто всему делу теперь виной? — спрашивала она. — Никон, патриарх, в чуму бегал, а теперь за царя остался. К народу не милостив, сам с этим черным, прости господи, Мурином не расстается. — Что еще за Мурин? — спросил Потоличев. — Да с патриархом-то греческим, с арапом. Как тот скажет, так все и делает. На святой неделе кабаки закрыть велел. Это что ж такое? Народу и не выпей на святой, а сам, сказывает, пьет. Земские ерыжные пьяных волочут да бьют, а великим постом Никон с Мурином всех русских святых прокляли. Двуперстием декрестились, против всех один пошел. — Война, — сказал Павел Васильевич, — война. — То-то и есть война. Царь на войне чужих бьет, а патриарх дома своих, — говорила Варварушка. Как, сказывают, Смоленск-то брали, вся рать, как есть видел, на небе по облакам скачет на коне царь Алексей, а за ним архангел Михаил с мечом. Все, все видели его страсть. — А Никона с ними не было? — иронически поднял одну бровь Сафрон Фролыч. — Ишь, пустосвятые! Ты бы у коллег, у раненых спросила бы, что они-то видели? — Не это страшно, — вмешался Босой. Страшно, что царь к войне зовет и тем милость свою теряет. По чужим чужого наберется. — Так, батюшка, истинно так, — закивал Варварушка, — хочет он в польские короли, мало ему своей земли. А Никон? — А Никон пусть царя! Хочет он, Никон, быть римским папой, уж, сказывают, всю одежу себе справил. Один на небо, другой в чужие короли лезет. — А что, скажи на милость, с нами, с мужиками станет? Ты, царь, ну и помогай народу, а то ведь всю землю мы разорим, — говорил, разводя руками Сафрон Фролыч. В те давние годы газет в московской земле не бывало. Однако о происходящем люди имели ясное представление. Вести с разных сторон ловились, отбирались, отсеивались, проверялись одна с другой на засечку и, наконец, уложенные в простые, доходчивые, связанные одна с другой на вины, разбегались по всей земле. Вестовщики того времени отлично умели понять, умели характеризовать бояр и начальных людей, следили за их действиями, смеялись над греками-патриархами. Вестовщики, здесь ошибка автора, в Москве существовали с начала двадцатых годов семнадцатого века рукописные газеты «Вести» и «Куранты». О том, как под турками жили греческие патриархи в своей «Турещине», рассказывал, не стесняясь вернувшийся с востока, старец Арсений Суханов. Патриарши и престолы брались на откуп за взятки, патриархи враждовали друг с другом. Бывало, что в Константинополе разом сидела по три патриарха. Как раз в это время патриарха константинопольского Парфения Второго несколько раз сгоняли с престола, ставили снова, наконец согнали, задушили, бросили в море. И все это делал тот самый патриарх Иерусалимский Паисий, что был в Москве и поддерживал Никона. Все, все как есть, знала Варварушкам. Знала и то, как охотно кумились да похлебствовали московские бояре с польскими да литовскими панами. Приезжали с войны польской, а сами щеголяли в польской одежи. И еще рассказывала почуднее. Сказывают у боярина, у орды на щеке на Афанасье-то Лаврентича, сынишка воином зовут, с пути сбился. Убегу, все равно убегу к ляхам, там лучше, а то здесь у нас очень уж темен народ, там, говорит, светлей, что ли, ей-бо. А то на медне еще что было с князем-то шелешпанским. Так слушайте, шептала и шептала старец Варварушка, пришел на медне к митрополиту царскому да подонскому Петериму, человек некий в монашеской одеже в клубуке. А митрополит его и узнай. Князь шелешпанский? Абрам Васильевич спрашивает. Ты что ж княже постригся? Или ангельский чин принял? Кто ж тебя постриг? А князь и говорит. Не хочу я, говорит, владыка, больше воевать. Вот оно что. А купил я, говорит, все черное платье да клобук в монотейном ряду. Ушел, говорит. Я с одним черным попом в поле за земляной вал, и он, говорит, меня там воржей постриг. И всего за один рубль серебра нарек он меня Андреем. И что ж, спросил Павел Васильевич, остальные слушали напряженно. Что ж, вздохнула Варварушка, прими, говорит, меня владыка в монастырь, а владыка Петерим его к патриарху. В крестовой палате архиереи сняли со старца Андрея черное платье и отослали за приставами его в разряд, а там били князя Андрея батагами, да в полк послали воевать к князю Хованскому Ивану Андреевичу. Вот как! И старца пристукнула подошкам об пол. Черные мужики кровь льют, а княжата в монастыри хоронятся от войны. Что, Никон, от чумы, ухмыльнулся, вымолвил наконец-то слово Минкин Михаила Семенович. И хорошие люди тоже бегают. Где теперь протопоп от Казанской, отец Иван? — Ниронов? — Миронов, Миронов он, — говорил Варварушка. А какой славный поп! Так ведь согнали. А за что? За правду. Он с книгой, Маргаритом ходил по всем торжкам, народ учил на улицах. Угнал его патриарх Тониикан в монастырь на Кубенское озеро. Много их страдальцев за народ. И вздохнул Варварушка. Всех из Москвы угнали. Где протопоп Аввакум? Говорят, на лень реке. А Логин Муромский? А Данила Костромской? А Никит Добрынин? Кто жив, кто нет? Бог весть. Только не будут они молчать. Люди добрые нет. Не будут. Скорбные, да трудны были пути тихого протопопа Ивана Неронова. Заслал его патриарх Никон на оток моря, в убогий монастырек в губе Кандалакше под Колой. Добежал протопоп оттуда темной осенней ночью с тремя ссыльными же верными силой портным, да с Федором да Алексеем огородниками, что схвачены были патриархом в Ростове. Бурным морем выбежали все четверо в Соловецкую обитель, перезимовали под крылышком у Ильи Игумена. До страха ради Никонова дал им Илья Архимандрит лодью, и побежали горюны опять морем, да Онегой рекой, да озерами, да лесами, да Вологды, а от Вологды дорога прямая. И вышел протопоп Иван с липовым коробком на спине, да с Калиновым подашком добрался тайно в Москву. Постригся он там в Даниловом монастыре, стал старцем Григорьем. Исчез, утонул в народном море труда и борьбы, и, презрев все хулы и клятву и анафемы Никоновы, стал бродить каликой перехожим по всей земле. Чуть было не схватили старца Григорье в родной его Вологде, в Игнатьевом монастыре, куда послан был со стрельцами патриарший дворянин Козлов. Однако верный старцу псаломщик из татар Андрей упредил, и старец Григорий убежал за десять верст в село Телепщино, к сельскому попу. На другой день работавшие в поле крестьяне села увидели пыль за лесом, оттуда выскочила телега со стрельцами, впереди скакал патриарший человек Козлов, крестьяне косами и палками отбили нападение. — Не замай, старца! — кричали мужики и бабы. — Не выдадим! До смерти будем стоять! Он мученик! При схватке были убитые и раненые. Старец Григорий убежал в лес, многие из крестьян были схвачены и в цепях увезены в Москву. В ту же зиму старец Григорий снова пробрался в Москву. Скончался там инок, старец Савватий, бывший протопоп Степан Ванифатьев, духовник царя. Григорий пришел, поплакал на могилке дружка и услыхал, что к Степану и Никон-патриарх тоже приходил на могилу и тоже плакал, ведь когда-то были они друзьями. И загорелось в старце Григорье сердце, вспыхнуло любовью. Или времена не меняются? Ведь клянет народ патриарховы старания. Неужто Никон так озверел? Так сердце в нем окаменело? В январский день 1657 года шествовал патриарх Никон со всем клиром в Успенский собор под трезвон колоколов. Видит, на дороге стоит, опершись на пасашок, нищий старец с лыковым кошелем. Смотрит, кланяется патриарху, смеется. Никон остановился внезапно, и все служки за ним набежали друг на друга. — Что за старец? — сурово спросил он. — Я тот, кого ты ищешь, — отвечал старец. — Был я протопопом Иваном Нероновым, ныне же старец Григорий. Патриарх взглянул из-под лобья, двинулся молча дальше. Старец же Григорий шел за ним и говорил тихо. — Все, что ты, патриарх, творишь, не крепко дело. Будет по тебе другой патриарх, все по-своему переделает. Никон шел молча, наклонив голову. — Нет в нем прежней силы. Старец, пожалуй, прав, как в воду смотрит. Побед-то больше не было. Царь с поляками замирился, кинулся воевать со шведами, приступил к Риге, осадил, а взять не смог. Все гордое дело пошло прахом. Весь военный запас был подан из Москвы к Риге по реке Двине на лодках, а иностранные офицеры на московской службе изменили. Лодки все пожгли, а Ригу шведский король поддержал с моря. Пришлось отступить царю Алексею от Риги, Коккенгаузену, Мариенбургу, Дьвинску, а там и худо. На Двине швед полковник Тизенгаузен захватил два судна с немецкими мастеровыми, что завербовано были в Москву. Полковник Глазенап напал на Коккенгаузен, угнал оттуда конский запас. Полковник Бистром захватил остальные суда с московскими запасами, а шведы тут же из Выборга вырвались в Карелию, оттуда в Ливонию. Боярин Ордын-Нащекин послал воеводу Шереметьева на выручку. Шведы его разбили. Пал в бою сам царский воевода, несчастье. Завяз царь Алексей со своими воеводами в войне со Швецией, а из Польши перемирие идет к концу. Обманул Никона иезуит Аллегретти. Никон-патриарх царя сбил зря с толку. Писали ему раньше грамоту Фридрих Третий, цесарь Венский, да Ян Казимир, круль польский, что они де впрямь договорились не только избрать его царя Алексея польским королем, но и короновать его наследственной короной. А теперь отказываются да смеются. Драться надо, а денег у царя нет. Посылал царь посла боярина Чемоданова в Венецию одолжить денег. Венецианский дождь да сенат денег не дали. Медное серебро помогало плохо. Цены везде росли, подступал голод. А ведь это все случилось из-за советов Никона. А хуже всего, что царь был далеко на войне и слушал теперь бояр Никоновых супостатов. Никон шествовал молча. За ним поспевал с лыковым кошелем за спиной старец Григорий. Уставив посох на нижнюю ступень паперти Успенского собора, глянув на грозных архангелов, над входом Никон сказал старцу. — Придешь, старец, после литургии ко мне в палаты. Патриарх уже сидел у себя, когда юный келейник, выставив свой утиный нос в дверь, доложил, что просится старец Григорий. — Пущай! Старец Григорий вошел, помолился, поклонился патриарху большим обычаям, встал смиренно у притолоки. Никон сидел мрачен. Старец же Григорий смотрел ясно. Молчали. — Вот я! — вымолвил старец. — Вот я! И скажи, святитель честной, с чего ты ищешь меня по всему царству? Сколько народу ты из-за меня перемучил! Вот я! — повторил он. — Делай теперь со мной, что хочешь. Только знай, вселенским патриархам я не противен, а тебе одному я не покорюсь. Ей не! Никон молчал, в упор смотрел на Григория. Вот перед ним первый его старый друг, столичный протопоп. В лаптях в рваной овчине снег от лаптей его тает на ковре с орлецами. Седые волосы из-под скуфейки падают на жаркие старцевые глаза и печальные, и смеющиеся. Да разве запугаешь такой народ? Разве погонишь его куда надо? Они его, патриарха, бросят и от царя откажутся, а своей правды до воли не сдадут. Сама правда им нужна, а ни царство, ни священство, ни попы. — Скажи, отче святый, — продолжал старец, — что тебе-то самому за честь такая, что ты всякому страшен? Люди как о тебе говорят? Да кто ты? Зверь лютый, лев, а ли патриарх, а ли медведь, а ли волк? И смеется. Все меня спрашивают, а патриарха ты знаешь? С чего ж он так лют? А я и не знаю, какое ты звание принял. А твое ведь святительное дело — подражать Христову смирению до кротости. Патриарх поднял на Неронова тяжелый взгляд. — Не могу, батюшка, больше терпеть, — сказал патриарх смятенно. — Не могу, сил нет. И смолк. — Вот я перед тобой, — говорил старец Григорий. — Укажи мне, куда идти, где жить. Тебя-то все боятся. Никто меня к себе жить не пускает. Влачусь меж двор окипес. — Ступай, старчи, на Троицкое подворье. — Живи свободно, — сказал патриарх, и движением руки отпустил Неронова. Иди с миром. Вскоре вернулся с войны царь Алексей. Встретили его хоть честь честью. Да все не так, как раньше. Вернулся-то он без победы. Узнал, что протопоп Неронов в Москве обрадовался. Указал снять с него запрещение. В день снятия старец Григорий да царь обедали у патриарха. Хвалил его патриарх за твердость. Позволил ему служить по старым книгам. А через два дня вызвал старца к себе царь. И старец говорил царю. — Да коли, государь, терпеть будешь такого врага божья? Смутил Никон всю землю. Государство замутил. Честь государь его потерял. О тебе, тишайшем царе нашем, народ ничего не слышит, а от него врага, от Никона, всем страх? Патриарх видел уж свое близкое падение, стал задумываться. Царь Алексей уходил из-под него владыки власти. Народ все больше холодел к нему. Понимал Никон, что надо было быть ему от царя подальше, иметь свое место, куда бы можно было отъехать, как отъезжал царь в свои подмосковные села, в Измайловское, в Коломенское, в Преображенское. На реке Истрии, невдалеке от Москвы, в красивой местности купил патриарх землю у боярина Бабарыкина. Стал ставить себе Воскресенский монастырь. Выбранное место окружили с трех сторон рвом, с четвертой текла река. За рвом поставили вокруг всего участка рубленый деревянный городок. На нем двенадцать пушек. На охрану стала полусотня стрельцов. Через ров лег мост, ветший в красные ворота с львиными медными мордами на створах. В городке встал сперва деревянный собор с трапезной, келарней со службами. Патриарх задумал создать из этого монастыря подобие Иерусалимского храма и назвал его Новым Иерусалимом, переменив имя реки Истры в Иордан, назвав горку в монастыре горой Элеонской, село поблизости Назаретом. Было теперь и у патриарха место, чтобы отступить туда с честью из Москвы, скрыться, когда придется. Ведь народ от патриарха, от попов давно уже уходил на север, к соловкам, в леса и пустыни. А от бояр и помещиков, от войны народ бежал на Волгу, на Дон, на Украину, в Сибирь. Глава десятая Сибирь кромешная Нелегки пути дороги всякому человеку, ежели он даже волей своею кинул дом, идет в дальние земли за добром, за великой прибылью, ежели в душе и горит надежда, рано или поздно, а вернется в родную семью, привезет с собой мягкую рухлицу, лицеболиное богатство, лисьи, куньи, горностаевы шубы, шкатулки, да гребни, резные рыбьего зуба, парчу, ткани восточные, китайские, персидские, индийские, одежда из которых красит любое лицо, серебряные кольца, да браслеты запястья, жемчуга, каменье самоцветное. Тем, кто идет по государевой службе, те пути дороги потруднее. Плывет в своих стругах такой боярин, князь имя рек, на воеводство, по сибирским рекам, на Енисей реку, на Лену реку, за Байкал море, стрельцы, ратные его люди, песни играют, а у него сердце жмет. Тепло было князю боярину у царского верху, а теперь шлет его царь, пойди-ка в Сибирь, послужи верную службу, и читает князь боярин длинную склейку наказа. И быть ему, боярину, князю Петру, воеводую в таком-то остроге, во боярина князь Ивана место, ехать ему, князь Петру, в тот дальний острог, взять у князь Ивана ключи городовые, до пушки, до в казне и порох и свинец, до всякий хлебный запас и деньги, что есть в сборе, и в приказной избе всякие дела. И велеть ему же все запасы перемерить, перевесить, пересчитать и в книге записать подлинно, и во всем расписаться, и все то, взяв у князь Ивана, отпустить того к великому государю, к Москве. А жить ему, воеводи князь Петру, в таком-то остроге, с великим береженьем, неоплошно, и всяким делом промышлять ему по нашему государеву, наказу, и во всем искать и государеву делу прибыли. А ежели только учнет он на воеводстве жить оплошно, и его оплошкою и небреженьем, какое дурно учениться или учнет у кого, от каких дел брать посулы, да поминки, а после про то узнается, и ему, воеводе, князь Петру, за то, от великого государя-самодержца, быть в великой опале и в жестокой казни. И сиди в сибирской дыре в дальнем остроге два или три года, жди, пока Москва смену пошлет, изба простая, рубленная, тесно, корма скудные, доходы малые, народ буйный, вольный, того, гляди, помрешь в одночастие, оценжаешь либо с пьянства, либо тебя худой мужичонка в бунте убьет топором до смерти, и кличут себе такие воеводы гадателей, ведунов, чтобы упредили, с какой стороны порча либо смерть подходит. Вот она, царская-то служба, а в Москву приедешь, того, гляди, за такую службу подкнут, а то и под топор попадешь. А чего уж говорить, какова дорога для того, кто гоним сильным человеком, кто не своей, волей кинул родные места. Неприветны, жуткие, лохматые, звериные, лесные глухомани, без конца края стелется под дощаником черно-желтая вода леших рек, загроможденных палыми деревами, коварно стережет каждое неверное движение сидельца в лодке. Воют, ревут звери в лесу, до того, гляди, свистнет, вылетит оттуда костяная стрела, пущенная человеком в звериной шкуре, ужалит насмерть, либо на болезнь. И все дальше, да дальше тянутся изгнанники в Сибирь. А Сибирь-то без конца, без края. «Эй, поглядывай!» гремит с переднего дощаника медвежий голос кормщика Филофея. «Валежина впереди, береги башку!» И верно, в предвечерних первых сумерках нависла с берега могучая палая лиственница, обвешанная суплаш седым в прозелень мхом. Во все стороны торчат искорежные ветви, словно лапы хозяина лешего. Ходит он здесь в бурях, повыше дерева стоячего, ниже облака ходячего. А впереди все лес да лес, аж нав груди тесно. За кормой другие лодки плывут, в них стрельцы с ружьем. Небо закатное Багрово, словно пожаром горит позади дальняя Москва. стволы лесин черны, вверху мерцает на заре большая звезда, а вода кровью. Ой, горе-горе! Сплывают те дощанники по обирике, плывет в одном с Тобольска юрьевицкий протопоп Аввакум Петров, плывет со всем семейством, вместе жили все свои роженые, как бросишь. Ох, еще пуще горе! На слане дощаника сидит подружая протопопова Настасья Марковна, кормит младеня, схилилась стыдливо, прикрывает белую грудь, да дочку Ксюшу жгут огненно со всех сторон комары домашка. Дочка Грунюшка, старшенькая умница, урядливая, да предает пасму руна, торопится, скоро темно, невидко. Урядливая, аккуратная, пасма руна, кусок необработанной овечьей шерсти. Стрельцы гребут и гребут натужно, скрипят уключены. Ванюшка, старшой Аввакумов, тоже гребет, помогает стороже, а другой Попович, Прокоп, уморился за день, спит, свернувшись калачиком под лубиным навесом. Вот они, Петровы, с Волги-то куда заехали, так и плывут все вместе с семьей, разве смерть разлучит? Сидит сам Протопоп на скамейке, грузно, словно скалам. Сидит, сидит, да встанет, смотрит вперед, скорль ночлег. Ночлег, а что ночлег не легче? Блазнит отдых, а какой же отдых? За утро опять плыви, опять тайга, опять комарьё, опять боярин-медведь с боярней-медведицей будут смотреть из-за лесин, вертеть толстыми башками, и каждый грибок стрелецких весел рвёт у Протопопа клок души, куда гонит его окаянная патриаршья сила? По что? За что? Всё дальше и дальше несёт его от дому, словно лиса-петуха, о чём сказывает в сказках ребяткам Марковна, уносит от благолепия, от друзей своих, от пенья сладкого, от книг мудрых, от народа московского, что всё больше да больше толпился у Казанской, в соборе, где служил Протопоп Аввакум, под началом у Протопопа Ивана Неронова, слушая Аввакумовы горячие поученья, как надо жить по-хорошему, не скотским, не зверским обычьем, а по-христиански. Вечер тихий, ветра нету, а пышет теплом, комары тучами. Сегодня Ильин день, того гляди гроза. Сядь, Протопоп, застиж не видно, снова гремит Филофей, а корёжну лодью пропорем, а береги Бог. Над лесом встречу подымается с востоку чёрная ровно шуба медвежья туча. В ней мигнула зорница, чу, и гром докатился, ой, горе-горькое, скорыль на чё-во-то. Мерен, скушен упругий скрип весел в волосатых руках, ну, ровно подьячий в сибирском приказе чтёт патриарший указ о ссылке его протопопа Аввакума в Тобольск. Куда там в Тобольск? Уж второй год пошёл, всё везут, довезут за Тобольск. Его протопопа, государевы-стрельцы, до Тобольска ехали тринадцать недель, отдохнули там. Хорошо приветил в Тобольске протопопа старый его дружок, архиепископ Тобольске и всея Сибири, Семён. Приютил семью Петровых у себя, избу отвёл, на приход к вознесению протопопа поставил, опять протопоп служил, Никоновы блудни обличал. Жили добро, спасив Христос, от самых белых до зелёных святок, да на самого Петра Павла сошёл вновь с Москвы указ к воеводе Тобольскому Хилкову князь Василию Фёдоровичу вести его протопопа вакуума с семейством далее, на Лену реку, в Якутский острог, без замочанья. Ой, горе да слёзы. От белых до зелёных святок, от Рождества до Троицы на дня. Петра Павла, то есть двадцать девятого июня, без замочанья, без промедления. И поплыли, Москва-то слезам не верит, отпел Семён Архиерей Малебин в путь шествующим, стрельцы караульные с криком столкнулись с берегу дощаник Петровых под лубиным навесом, и пошёл дощаник вниз по Иртышу реке, прочь от высокого города с башнями до церковными куполами над высоким тыном. Плакала тихонько, своркалась в подол протопопица, а сам Абвакум Петрович стоял словно дерево, высокий, неуклонный. На берегу тоже остались стоять кучка верных, что успели за зиму полюбить протопопа, огнепальную его адамантовую душу, и стала та кучка всё далее, всё менее, вот и лиц не видать, одни бороды рыжеют. Стрельцы подняли паруса, дощаник бежал ходком. Туча растёт, грома погромыхивают, пыхнуло розовым огнём. Где ночлег, где избушка станка, где так жалко. Самого-то протопопа ночлег не спасёт, странник он по земле, ищет он правды, да есть ли она правда на земле, ой, горе, горе. Огненная стрела стрельнула коса, взвизгнул, потом медведем заревел гром, пахнула свежестью, закланялся, шатнулся прибрежный лес, вывернув шубу, побелели кусты, по воде побежала сизая рябь, застучала в стенку дощаника, ветер уже разводил взводень. Сидит протопоп, сутулил плечи, голову опустил, руки меж колен засунул, волосы ветром мечутся из-под скуфьи. За что же гонит его господь? За что его, старого друга, гонит Никон? Да кто гонит-то? Бог али Никон? А надысь сошла грамотка в Тобольск с Москвы. Два брата Аввакумовы жили попами на царицном верху. Так помер лечу мой. А надысь здесь недавно с семьями, а, в досталь на Москве поумирало народу. И ведь сказывал давно Иван Неронов другу Никону, как тот патриархом стал, что придут, придут грозные времена на тех, кто веру отцов переставляет, не стоит за нее. Будут, сказывал Иван, будут, мор, война, веры, разделение. Ох, милай, все знал, как в воду глядел. Ну и пришли, пришли те времена. Сверкала молния, шатались, метались деревья, скрипели, гудели, ветер сносил в сторону птиц в их полете над рекой, туча покрывала уже все небо, только как огонь в печке, а стать не полоской на закате горела алая заря. Гром ударил, потряс оглушающий землю, по небу метались молнии, гром хохотал раскатами, словно патриарх Никон на перу, яде их пустосвятов знаю. Пустосвят здесь еретик, раскольник. Господи, помилуй, бормотала Марковна, заплакал младенец. Словно эти молнии сверкают над Москвой огненные слова протопопа, в которых заговорил впервой русский народ. Доброходы-писцы переписывают те словеса, шлют грамотками по всей земле. «Как камень нос обойдем, тут и будет себе изба протопоп», хрипит кормщик Филофей. «Камень нос значит мыс». Но не слышит его протопоп весь в себе, в восторге, в силе, в сиянии огненном, шепчет слова царя Давида. Знает он с измольства все полтораста псалмов наизусть. Ветер вырастал под самое небо, в молниях зажигались, крутились тучи, на лес, на реку, колыхаясь, свист белесый полок дождя, стрельцы бешено рвали весла. Марковна себя и ребяток прикрыла парусом, что под ветром бился, как живой, белогривые волны шумели за бортом, заплескивали в дощаник, огибавший мыс, где высоко на скалях лыстом гнулась одинокая лиственница. А протопоп как застыл, читая слова, что были крепче грозы и бури, бродят гордые помыслы в их сердцах, они над всеми издеваются, злобно распространяют клеветы, они говорят высоко, подымают к небесам уста свои, а языки их говорят только о земном. Гром потряс вновь тайгу, огненный шар разорвался в полнеба. И когда так кипело сердце мое, так сомневалась внутренность моя, я был невеждаю пред тобою, Боже, был я как скот, бормотал Аввакум, отирая мокрое лицо рукавом, но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку. Он поднял голову, улыбался блеску молний, он был уже в версту этой мощи, чего же ему бояться, ежели душа его чует в себе такую силу правды. Стрельцы гребли так, что валились назад, оглядываясь, далеко ли осталось, кричал кормщик, пока наконец передний дощаник за хрусте в галькой не вылез на берег. Промеж высоких в дугу согнутых листенец при свете молний стояла в льющемся дожде избушка на высоких пнях, ночлег и отдых. И скоро из двери избы повалил дым, заблестел огонь, небесные громы стали больше не страшны крепкому земному уюту. Толклись стрельцы, на очаге варилась каша, кругом сушилась одежда, а сам протопоп под избушкой рубил топором сушняк и валежник, что припасен был там добрыми людьми. Так и плыли, почитай, все лето по извилистым таежным рекам, мимо красных да белых скал, торчащих клыками из зеленого леса, с неведомыми на них письменами дорожами. Видно, жили тут древние племена. С лесных полян дымили кострища, из кедровых тольников глядели берестяные колпаки остяцких чумов, с черными ребрами жердей стояли ихние вешала с рыбой. С реки убегали, прятались в кусты из корья шитые челноки, в них одним веслом гребли бронзово-кожие, широкоскулые люди в шкурах с узкими черными глазками, с маленькими носами на плоских лицах. Черные волосы их то висели длинными патлами, то заплетены были в косицы, из челноков торчали остроги. «Ой, да какие чужие, ой, какие не наши!» причитала протопопица. Устойбищ торчали вкопанные в коси и впрямь могутные бревна, грубо обсеченные в голых баб до мужиков. «Ой, да это их боги!» ахала добрая протопопица. На полянах под высокими деревами плясали меховые люди, били в бубен, бешено голосили у костров шаманы, еще страшнее становилось на душе у изгнанников, а опытные стрельцы только смеялись скаля зубы. Тут все эдакта. Плыли медленно, кто в ссылку торопится. Авваковские дощаники обгоняли порой быстрые струги с многими гребцами под крепкими парусами, в которых бежали государевы гонцы, везли указы до грамоты с Москвы, от сибирского приказа, либо от самого государя-наследника, младенца Алексея Алексеевича, сибирским воеводом. Шли пустые новиходки дощаники, в енисейский острог сплавляли их стрельцы да казаки. «Рать пойдет на тех дощаниках, сказывают на восход солнца воевать», — сказал протопопу раз стрелецкий голова Абросимов. «Кого воевать?» «А кто их знает?» «Кого прикажут, на того и пойдут». «Зипунов добывать ребятишкам на молочишко», — ухмыльнулся голова впросить бороды. А при встречах те и другие смотрели зорко, смолкали на тех и других лодках голоса, прерывались и песни, руки невольно тянулись к оружию, а барани царица небесная, кто их знает, кто встречу плывет, велика Сибирь-то. Проходили на берегах и зимовья, землянки за тынами сидели в них русские промышленники, что промышляли пушного зверя. Протопоп правил тем зимовщикам требуем, крестил взрослых, исповедовал, приобщал без поста, венчал давно семейных, отпевал над старыми могилами покойников, служил обеднице, да вечерни пела вся его семья. И волосатые лесные люди, волей или неволей, забывшие потерявшие путь на Русь, слушали древние напевы, суровые лица их в кудлатых бородах светлели, на ледяных глазах закипали слезы. А ведь каждый из них немало испытал страшного да горького на своем веку в лесной пустыне. Ой, ведь тяжко идти впереди всех, топточом снегов до лесов прокладывать в неведомых пустынях тропы, чтобы по ним шли другие. Кто вспомянет их, первых тех землепроходцев? Трудно первым людям в пустынях, бежавшим к могучей природе в поисках мира от сильных людей, от обид, несправедливостей, злых подневольных трудов. Протопоп Аввакум сказывал в каждую такую встречу поучение. Должны девеликие труды дать сладкий плод. Будет на земле урядливая, добрая, светлая, сладкая, как ключевая вода жизнь, радостная, как светлый праздник, ведь у всех у них простых черных людей добрая душа и крепкие руки. Да чего, отцы и братья, восклицал он, не жить всем ровно да ладно во всем мире, небо-то у всех одно, земля одна, хлеб общ, вода одинаково, живи, пользуйся, всем все одинаково, народы, как есть, все равны, ни больше, ни меньше. А что ж, думал иногда протопоп, не остаться ли и ему тут навек, жить бы ему в середине малого стада спасать свою душу? И сразу что-то словно хватало протопопа за сердце. Нет, тихое, скудное лесное житие, леность. Не того ищут эти люди в лесу, не прячутся они в лесу. Свободной и обильной жизни они взыскуют, прекрасной свободной жизни, неутесненной, сильной. Оттого и уходят от угнетения сильных людей. А сядь он тут в пустыне, баюкай свою душу, а еретики в Москве правят. Дух святой трудовых людей всех воедино собирает, а никонианин рассек тело церковное, руки, ноги разбросал, а киволк разорвал в клочья. Какой же мир с еретиками? Бронися с ними до смерти, не повинуйся уму развращенному, унимай, обличай сильных людей. Проплыла так протопопова семья под стрелецким караулом из рты ширики в опереку, потом вверх пооби через сургут острог да в норы мострог, в Кейть-реку да в Кецкий острожек, да через тот острожек на Маковский Волок. Подошла в дороге сибирская легкая осень, свежая, ядреная, с золотом алым, зеленым, запятнала леса, пропала мошка, уже падали утренники, ночами иной раз спали всем табором вокруг тающего костра и к утру овчинные тулупы были белы от иния. На Маковском Волоке нужно ждать больше месяца в курной избе, полной разного едущего людо, ждать, пока прочно станет зима, ляжет снег, чтобы потом тащиться конно на санях дальше через горный хребет между Обью да Енисеем на самый Енисей. Ох, горе-горе! Только перед самым Рождеством увидали Петровы Енисейский острог. День был ведренный, ясный, мороз, небо голубое, в нем искорки ледяные, ехали ходко по льду, торосы на Енисеи, стеклянные, синие, зеленые, на берегу по угорам березы, все в белом ине, ровно невесты под фатой. И на белом холме над тыном буром с пятью башнями блещут крестами четыре церкви Енисейского острога до монастыри, да с холма ровно просыпались курные избы посада, дым стоит. Пара коней с грохтом несет кибитку, в ней протопопица с ребятами, за кибиткой розвальни, там сам Аввакум со старшим сыном стрельцы в шубах, да позади еще розвальни с поклажей, узлы, сундук, чемоданы с Москвы, да ества, что еще в Подольске друзьям толкали. Тихо, морозно, светло, и слышно только, как дятел стукает тюк-тюк-тюк. Что за стук такой? Топоры? Спрашивает протопоп стрелецкого десятника, что их на волке встречал Сергей Беклемышево. Лодки строят, отвечал Серега, бараньей шапкой мотнув к берегу. Рать о весне пойдет на них, государь указал. Подскакали сани ближе, видать, лежат на стойках матьцы будущих посудин, торчат вверх корчи. У иных как ребра поставлены уже опруги, насланы днища, а у тех и палубы кое-где и дерева стоят с колесьими солнцами наверху, громоздят по берегу работные люди, пар от дыхания вьется, весело. Корчи ште в нем, опруги шпангоуты, дерева здесь мачты. Вскакали кони на холм, нырнули сами под охватные бревна башни мимо воротного караула в овчинных шубах с бердышами, провизжали по мерзлым бревнам, выехали людным торгом на соборную площадь, подкатили к приказной избе. — Выходи, отец, протопоп, сказал Серега Беклемышев, сымая шапку и кланяясь. Доехали, молись Богу. Пожалуй, к воеводе. Ребята протопоповы сыпанули из кибитки как воробушки. За ними лезла протопопица с Ксюшкой на руках в черном платке, миловидно, румяно, востроглаза, В розвольнях во весь рост поднялся протопоп, вытянул из-под сена посох с серебряным оголовьем яблоком, вышел, стал. — Ступай вперед, — приказал он Беклемышеву, — показывай путь. И пошел за стрельцом сквозь сбежавшуюся глазеющую толпу русских в нагольных шубах, полушубках, озямах, остяков да тунгусов, в меховых совиках да кухлянках. Шел высокий, в черной овчинной шубе, скуфье, оторочный куньим мехом, опирался на посох, придерживая левой рукой наперстный деревянный крест, шел полный достоинства и благости. Толпа шевельнулась, замелькали снимаемые шапки, первая, вторая, протопоп между двумя крашенными столбами подымался на крыльцо. В приказной избе, все так же, как и на Руси, во всех приказных избах, перед спасом лампада. Толокся, вздыхая, смотрел испуганно или дерзко на рот, ждал приказаний, куда укажут. Дьяк сидел за столом, под ячей по лавкам строчили листы на коленях. Приказные шныряли по избе, гудели и толстыми, и осинными голосами. За столом, под красным сукном, запустив лапу в бороду, сидел сам воевода Пашков Афанасий Филиппч. Сед, курнос, толст, ликом желт, глаз с прищуром. Подошел к столу протопоп Аввакум, могутный, полуголовой выше всех. Улыбается добро. Помолился на темного спаса, кланяется воеводе. Воевода с места поднялся, прошел круг стола. Протопоп, ну, благослови. И стали оба. Протопоп да воевода друг против друга смотрят в упор. Хоть был и прислан с Москвы воевода Пашков, а птица он невысокого полета, Боярскую-то спесь ему кормить нечем. Трубецкому, Шуйскому, Хованскому он уж никак не в верстуте, куда там. Они родовиты, они место свое у царя блюдут. У них в отчинах да дединах великие деревни, без счета у мужики, и владеют они ими историей. Оно им и под царский гнев попасть не страшно. Волсы разве долгие отпустят, борды чесать да стричь не будут, в поместьях дедовских отсидятся. Служба им таким, легка и доходна, сидят в Москве, приказами ворочают, Либо государева полки водят, либо в посольствах за рубеж ездят. А он, Пашков Афанасий, хоть из Москвы прислан, да и из худородных он, Своим горбом, службой по дальним городкам да острожкам, Жестокой войной пробивал себе дорогу к воеводству, на все шел, А бы только к старости, хоть в стольники выбиться. Умел Афанасий Филиппич из людей прибыль государеву выжимать, Словно жерновом вымалывал. Недаром не два года, а целых пять лет просидел он в Енисейском. Было до него там две церкви, он еще две пристроил, К монастырю второй добавил, женский, рождественский, Стены острога укрепил, домов два стана новых поставил, И все это бесказные, трудами енисейских людей. Дозаботясь о государевой же прибыли, поставил он себе завод водку сидеть. Хорошо помогала государевой казне водка не только у русских, а и у остяков. По дешевке на водку-то мягкое золото, Меха выменивали соболя, горностая, чернобурку, ни почем брали. Стало тесно Пашкову воеводе в Енисейском уезде. Он уже протянул руку за государевой прибылью дальше, по Ангаре и Байкалу, Ставил там острожки, садил там своих людей, Объясачивал население суплаш, Прибирал на это вольных казаков, Охочих, смелых людей, шел упорно на восход солнца. Острожки, значит, маленькие крепости, крепостцы. Шли вольные люди к нему с первоначалу, Маячили впереди привет на вокруг Байкал моря, Нетронутые леса, богатые пашеные земли, Хлебные, скотные, собольные, неизведанные прибыльные места. Подводи он такую полуденную забайкальскую землицу Под высокую руку московскую, Будет воеводство на славу, Не то что тебе мизень, либо кевроль, А от Москвы честь, И от Москвы далеко, Сам себе сиди здесь хозяином. Да было еще одно дело, Амур, С Амур-реки, Что течет под самое Багдойское царство, Торг можно завести прибыльный, Не хуже, чем по Волге, Через Астрахань. Хабаров-то опытовщик туда давно своей волей ушел, Слышно, Сильно богателся своими охочими людьми, Да с вольными казаками. Дон, думают они там новой завести, С казацким вольным обычаем, Либо новгородские порядки, Не, что это можно? Писал давно в Москву Пашков воевода, Что пора тех людей на Амуре укоротить, Обратать. Он, Пашков, готов все это сделать, Ежели его туда пошлют, Чтобы на Амуре те люди зря не озоровали, Меж собой, Да с богдойскими людьми, Драк бы не вели, А были бы государю прибыльны. Слышно, много они там на Амуре добычи добыли. На Амур с Москвы проехали дворянин Дмитрий Зиновьев, Сказывал ему воеводе, Что государь шибко доволен Хабаровым, Посылает ему гривну золотую на шею за усердную службу, А его людям по серебряной. Да на угощении под хмельком Шепнул Зиновьев Пашков под рукой, Что Хабарова, устюжского человека оттуда с Амура, Снять нужно, Больно волен. А потом и впрямь провез Зиновьев Хабарова В Москву под караулом. Воеводой бы, Сесть ему Пашкову на Амуре, В острожке Албазине, Что Хабаров ставил. Смотрит воевода на протопопа, Что с Москвы прислана. Ох, Ладин, Нужен бы ему такой. Все нужно к государеву делу, Ратные люди нужны к бою, Сохи, топоры, котлы, иглы к торговле, Крючки, сети, остроги, луки, копья, К рыбному, к звериному лову. А как же на чужбине без попа Нужны и попы, Нужны к ловли, к усмирению душ, К земскому строению, К смерти, к рождению, К государевой прибыли? Видать, не пьяница, Хорош будет к делу. Патриарх вишь его гонит, Да ихние поповские дела Кто разберет? А то же, сказывали, Протопопа сам царь знает и любит. Ишь, как поп смотрит смело, Не то, что наши свечка дуи. Ехать такому протопопу в Якутск нечего. Глядит на Пашкову воеводу И Аввакум протопоп. Московские парчевые брюханы, Те спесивы, гордоусы, На землю не смотрят, Нос кверху дерут, А этот мужик себе на уме. Лба без пользы не перекрестит, А как служить будешь, По-старому аль по-новому, Ему не все одно. Он о своем старается, Далеко не смотрит, Только ты его не замай. Оба стояли один друг перед другом, Сильные, с сединой в бородах, Испытанные в службе царской И в боевой службе духа, Видели друг друга насквозь. Что ж, подумал протопоп, Любил ты протопоп Со знатными знаться, Теперь люби терпеть горемыка. Как польза сему скимну рыкать, Коли он все о болях Только думать может? Скимну рыкать, Точнее, скименью рыкающему, То есть льву рыкающему, Скимнос, греческое, Лев, львенок. Сверкнув из-под черных бровей Медвежьими глазками, Спросил воевода просто, Поп, ты или распоп? Ответ был краток, Аз есть мь, Аввакум протопоп. Добро поиграл пальцами В бороде воевода, Кто вас разберет? У нас в Сибири люди всякие, Не в Москве. Не отводя сверлящий глаз от протопопа, Воевода медленно опускался в кресло за столом. — Ты, — сказывают, — противу патриарха лаешь, Аль не знаешь, что патриарх царев помощник, А ты его поносишь? — Патриарх превыше царя Хощет бытием, — Говорил Аввакум, Медленно подходя к воеводскому столу, Уперся воеводе в глаза. Кто кого пересмотрит? — Брехня! — усмехнулся воевода, Перебирая на столе бумаги. — Да кто выше царя? Един бог! Чего лжешь? Кто государство строит? — Нами повелевает царь. Воевода не ждал, да и не мог ждать возражений. — На Лену реку тебе плыть неча. Служи здесь, богу молись. Жди, покуда мы ждем. — А чего ждать, государь? — спросил Аввакум. — Пожалуй, нравился ему воевода. Мужик прет медведем, куда ему надобно. — Чего ждать? А посляс познаешь, — ответил воевода. — Да что там за рев? — вытянул он складчатую шею. Обернулся на шум и протопоп. А эта Настасья Марковна с ребенком на руках пробирается к нему через толпу. Ксюшка ревет благим матом. Прокоп за шубу материну держится. — Э-э-э, да ты со всем домом приехал, — ощерился желтым оскалом воевода. — Добро! У Настасьи Марковны глаза сверкают. — Ты что ж, Петрович, нас на холоду бросил? Куда нам? — А старшие-то где? — Пожибки стерегут. В санях. Куда ж нам с младенцем деваться? — Государь, — обратился протопоп, было к воеводе. — А воевода уже не слышит. Куда дела? С протопопом стрелец Беклемышев привез грамоты с Москвы, новые указы, и подьячий с приписью. Шпилькин Василий Трофимович, грамоту одну развернув, воеводе подает, толстым в огурец пальцем тычет. — Смотри, государь, теперь-то мы пашенных мужиков укоротим, будут нам девок замуж своих давать. — Ага, — скинулся воевода. Указ пришел. — Слушай, государь, — пробурчал Шпилькин. Стал читать, как в бочку гудит. — Писал ты нам в прошлых дегодах присланы в Енисейский острог ссыльные люди, воры да мошенники, многие холостые, а вельно тебе их устроить на Енисейском остроге на пашню, а за тех, где ссыльных людей, старые ваши пашенные люди, дочерей и племянниц замуж не выдают, а выдают тех дочерей своих и племянниц за казачьих детей до племянников. А тем ссыльным холостым людям в Енисейском остроге опричь наших пашенных крестьян, жениться негде, а крестьян тех одной заповедью не унять, и ты бы наш воевода енисейским пашенным крестьянам велел выдать замуж за ссыльных холостых людей, за пашенных крестьян, чтобы тем тех ссыльных холостых людей от побегу унять и укрепить. Шпилькин чел грамоту с Москвы в полголоса, держа руку на бороде, оглядываясь по сторонам, не вострит ли кто уши? Да нет, все как будто заняты своим делом. Распахнулась дверь, ворвался пар в избу, вошел в гостиной сотни торговый человек Тихон Васильевич Босой, шел, раздвигая овчинную домеховую толпу, вылез наперед к столу, помолился на иконы, вынул из шапки красный плат, вытер лицо и заиндевшую бороду. Пришел Тихон Васильевич по делу. Отправлял он своего приказчика Кокорина Якова Кузьмича на Лену реку. На Соболины и свои промыслы к тамошним артелям покручников надо было подвозить припасу. Тихон Босой огляделся, увидел Дьяка Ефимья, закивал, подошел к нему, шепчет. Как проезжая грамота? Проезжая грамота была уж готова. Дьяк вытащил ее, ласково кивая из ларца, показал Тихону, зажужжал в красное ухо. По государеву церкви великого князя указу воевода Афанась Филипч Пашков да Дьяк Ефимий Филатов отпустили с великой реки Енисея из Енисейского острога на великую реку Лену. На Соболины и их промыслы гостиной сотни торгового человека Тихона Басова, приказчика его Якуньку Кузьмича Кокорина, а у того Кокорина хлебного запасу и промышленного заводу двадцать шесть пуд муки ржаной, двести аршин сукна сермяжного, тридцать комусов, полпуда меди зеленой в котлах варчих, бисеру да одикую восемь гривенок, двенадцать топоров. Комус, точнее камаз, полоски шкуры с оленьей ноги употреблялись на подбой лыж. И с его хлебного запасу да с промышленного заводу по таможенной оценке государева десятины да отъезжие пошлины взяты. Да с ним, с Кокориным, отпущен и покрученник их, Петунька Иванов-Устюжанин, и с них обоих отъезжие пошлины палтыну с человека в государеву казну взяты же. Покрученник член в Атаге. К сей проезжей грамоте государеву цареву и великого князя Алексея Михалыча всея Руси печать сибирской земли великой реки Енисея Енисейского острогу воевода Афанасий Пашков руку приложил. Тихон прослушал грамоту, взглянул на печать, вынул из шапки платок с посулом, сунул, как положено, в руку дьяку. «Спасибо, Ефимий Григорьевич», — сказал он и огляделся. И словно окаменел, увидев протопопа. Потом сразу шагнул к нему. Еще бы! То вешнее утро на Волге, струги Шереметьева, могучий словно конь рыжий стрелец в красном кафтане, смелое лицо деревенского попа, говорящего правду в глаза великому человеку, наконец сам Шереметьев, плывущий в Казань собрать неправо стрелецкие дохлебные деньги. Вспомнил он, как есть живой, не сломал еще буйной головы, не положил горячей души, не кончил своей жизни. Он у нас, в Сибири. Словно хрустнуло, перевернулось что-то в душе Тихона, встало, пришлось на свое место. Исчезло в раз все то, что гребтилось, ползало вошью по душе, она раскрылась окошко, светлей стало. Гребтилось здесь, кололо, зудело. В душную бессонь ночей под жарким боком своей остяцкой княжны мстилось Тихону иное, легкое да нежное, правильное и горячее да сильное, только вот тонкое, словно марево. Хочешь рукой схватить, да нету ничего, как сон. А знает он, Тихон, что то не сон, а то и есть сама правда, крепкая, как алмаз, да неухватимая, как вода. Понял Тихон, должно быть, все это время он словно искал протопопа, хоть об нем и не думал. Есть на свете настоящие люди, что знают правду, а как их найдешь, где? А тут сам явился в скуфье стамедной, опушенной куницей. — Скуфья стамедная монашеская камеловка, шапочка. — Волос да борода с проседью, а глаза горят добро. Знает протопоп правду, да и скажет, не потаит. Все напряма. И, двинувшись в раступившейся толпе, Тихон босой тронул протопопа за плечо. — Благослови, отче, — сказал он. Стал протопоп, прямой, как яровая сосна, строгий, чинный. Благословил он Тихона, а сказать ничего не сказал. Молчит. Рукой ребят отводит, не глядя, а глаза играют. — Сперва, значит, ты сюда, а я за тобой, — вымолвил наконец протопоп. Протопоп. — А что же? В тот раз боярин меня в воду метал, гневался, а ныне патриарх гонит, — просто выговорил протопоп. — Мать, да уйми ты, ребятенков-то, — голосят. Плат на голове протопопицы сбился, шуба стеснял движение, лицо с мороза, да избной духоты разгорелось на серых глазах слезы. — Да куда ж, Петрович, приткнуться-то, проси у боярин-то Христа ради, — шептала она. Подьячий Шпилькин кончил чтеньем. Разворачивал был следующий столбец. Воевода перевел медвежий взгляд на протопопом. — Э-э-э, да ты, видно, и с нашим гостем свой человек, — сказал он. — Так ты его, Тихон Васильевич, и бери в избу, а то в нашей приезжей избе, куда ему с семейством-то? — Тесно-с. — Государь, — вдруг тихо сказал Подьячий, — слышь-ка? — Что-то важное хотел сказать Шпилькин, по голосу было слышно. — А что? — Государь, — грамота из сибирского приказу, вот а что. А ждать ему, Пашкову Афанасью, приезда в Енисейский острог нового воеводы, стольника Акинфова Иван Пауча, и сдать тому острог и всякое строение и запасы, а плыть ему, Пашкову, с разными прибрежными людьми на Амур-реку по указу. — Слава тебе, Господи! — широко перекрестился на иконы воевода, ныне отпущайший. — Эх, протопоп, вовремя ты потрафил! Так бери его в избу свою, Васильич! Тихон тряхнул кудрями, поклонился. — Так что же, отча Аввакум, пожалуйста, ко мне, не обессудь, не погнушайся избушкой, — сказал он протопопу. — Стояла у Тихона изба, заводная, хорошая, на подклете для приказчиков в дальнем углу двора под белыми березами в серебряном инее среди заваленных снегом кустов малины да смородины. Отвел он ее под жило протопопову семейству. Расчистили в снегу тропку, бабы истопили печку, потерли живопол, рядом затопили богатую по белому с липовыми полками мовню. Сумерки декабрьские пали, а все возилось в избе Настасьи Марковна с дочкой Грунюшкой. Сыны Иван да Прокоп, дворница Лукерья тоже помогала. Затаскивали кладь, слали по лавкам постели, говорили. — Ой, сколько новин с Москвы навезла, — проговорила Марковна. Намолчалась бедная за дорогу. И про моровую язву в Москве, как на дорогах заставы с дубинами стояли, никого торговых да деловых людей не пропускали, как заставляли погребать силой мертвяков, как с мертвых дворов жилетских людей не выпускали, а дворы те заколачивали. И про то, как ноне народ голодает в московской земле, хлеба сеять-то некому, война. И что соберут все на корм ратным людям, ну, война. Да про то, ой, как земский приказ недоимки доправляет, деньги надобны, война. А пуще всего горе, — сказывают, — как ныне стали медные деньги за мест серебряных ходить. Деньга-то медная, описана на ей цена — рубль серебром. Ну, стали мошенники воровские деньги бить из меди, а тем воровским денежным мастерам указал царь. А бояре приговорили руки да ноги рубить, да и персты, и о тех воровских делах сыскивать, да прямо с пыткой. Ой, чего и делается. Война. И на войне калеки, и дом-то людей калечит. Горе-горем. Ахи-охи да вздохи бабьи, а жизнь-то шла своим чередом. Холодные с морозу затаскивались в избу узлы, мешки, сумы, чемоданы. В сундук железо с морозными узорами вологодской работы стал в угол. В облаке пуха развернулись старые перины, легли на лавке с шубами да с подушками. В печи варились постные шти с грибами. Пахло вкусно, хоть и филипповский шел пост. На те блок хозяйским иконам поставила протопопица своих родительских богов еще с села Григорово, спаса, а главного да казанскую божью матерь старинных писем. Затеплила лампаду, сводила в баню, покормила ребят, уложила младших спать. И под мерцание, трески да сладкий березовый дымок лучины в свитце усадила прясть волну, грунюшку, а сама села ждать батьку, расспрашивая у басовских баб про хозяина. Все простое, немудрящее, человеческое, без чего, однако, не прожить. Эх, надоел же дорога, хорошо сидеть в теплето да в покое. Свитец — зажим для лучины, которая горела вместо свечи. А протопоп Аввакум сидел у Тихона в большой его горнице за столом. Да и было чего поговорить. Сколько времени прошло, как они встретились тогда на Волге-реке, сколько с тех пор видели да испытали. Молодыми были тогда, а теперь вон и седина в волосе да в бороде блестит. А тут край новые, люди новые, воевода, царь и бог, смотри и думай, чтоб не сплошать. Что за человек был Пашков, ясно? Приказная душа, загребистая лапа, государева прибыль, татарская запись, московская служба, да и сам промаху не даст, воевода. Татарская запись, то есть жесток к должникам. — Наказал бог народ, наслал воевод, — говорили московские черные люди, говорили. А налоги да оборы да пошлину да посулы воеводам платили, шли по их зову на ратную службу без отказу, стаивали у приказных исп месяцами на провежах. Государева прибыль, народная убыль. Народ и знал это, и молчал, терпел, работал, как пчелы. Что за человек босой, Тихон Васильевич? Торговый он гость. Тоже живет, работает с черными людьми-артелями, крутит обороты от Байкала до Москвы, собирает, закупает сибирские товары до меха, везет за Урал, а из-за Урала — городовой товар до хлеб. Народ живет торговлей, богатеет торговлей. Каждый пашенный мужик в Сибири охотник в струну тянется, абы зверя поймать да вырастить, абы было только чем торговать. Торговое дело — жизнь. И мстилась Тихону такое впереди. Аж дух захватывала — равный народ, великий народ, свободный народ, трудовой, богатый народ на богатой земле. Как в господине великом Новгороде живет безвоевод с выборной народной властью, в полную народную силу. Эх, и труд был бы тогда, каждой работой кто во что гораст. Тихон знал в генесейском-то уезде, в стойбищах, в зимовках, в заимках весь народ и крещеный, и некрещеный, каждый, что чего стоит, и пашенные люди, и охотники, и вольные, и гулящие люди. Москва учитывала все, и вместе с воеводой и Тихона прибрала к рукам себе на пользу, и можно ли было Тихону той службы избыть? Ей-ни! Теми всенародными делами, службой государевой, промыслами до торговли, все государство московское держалось, росло, крепло среди бурных волн других народов. Опасное, трудное было дело. Кругом Москвы, на Волге, в степях низовых, в Сибири волновались чужие народы степные, что в государстве не живали никогда, а жили свободно. В тот самый год, как прибыл в Енисейский острог протопоп Аввакум, писал ведь самарский воевода Иван Бутурлин в Астрахань боярину и воеводе князю Пронскому Ивану Петровичу. Приезжали в Самару яицкие казаки, Роман Федоров да шестеро товарищей, привезли вестовую отписку, что присылал де к ним в сентябре уфимского толмача Ваську Иванова. И тот толмач Васька сказывал, что собираются де калмыцкие тайши с волжскими людьми, а хотят идти на государевы города под Уфу и в Казанский уезд и под Царицын. И пошел де уж Лаузан-тайша с улусами своими из-за яйка реки к Волге-реке под астраханские улусы для воровства, а зимой пойдут войной под Самару. И вам бы, господа, были бы те дела ведомы, — так заканчивалась вестовая эта отписка. И так всюду, со всех сторон. Тайша — местный феодал, князек. Улусы, тюркское, название административно-территориальных областей. Москва все время предупреждала сибирских воевод о Кучумовых внуках, что упорно не замерялись, отчего каждый город на каждом острожке в Сибири мог жить только в высоких стенах да башнях, как и все русские города. Кучумовые внуки, потомки хана Кучума, в начале 17 века совершили несколько разбойных нападений на мирные пашенные поселения русских и татар с целью помешать освоению в южной части Западной Сибири и вернуть ее под гнет чингизидов. А теперь еще и война с Польшей ушла. Так как было не держаться вместе всем людям, не править государевой службы, хоть он же сам, Тихон Босой, подавал царю тогда из-под царского коня Челобитную против Плещеева с жалостным приписом «Царь-государь, смилуйся, пожалуй». Хоть сам же он, Тихон, с другим народом ломал бревном ворота своего обидчика князя Ряполовского, а вот теперь он должен был нести царскую службу под воеводой Афанасьем. — Что ж, пожалуй, восстань, а как все государство в конец изломается, на кого положишься? Все прахом пойдет, всех сомнут, все одной веревкой связаны в один узел. — Живи пока что у нас, протопо, поглядись, воевода тебе приход даст, служить в церкви будешь, — говорил Тихон, продолжая разговор, — дальше потом пойдешь с отрядом. — Неправо вякаешь, — отозвался тот, откидывая назад гревастую голову. — Воевода приход даст, не что воевода божьим делом правит. — А как же? — поднял голову и Тихон. — Кто же, кто у нас в Енисейском монастыре ставит до церкви, он воевода? — Ты народ учить хочешь, — продолжал Тихон. — Как ты на Волге учил, я сам видел. Там тебя зато в воду метали. Пашков воевода здесь, в Сибири, и Попов от пьянства кнутом отучает. — А чего его наш народ учить? Народ в Сибири и так весь ученый, выборный. Кто кнутом бит да сослан, кто сам от кнута убежал, кто от долгов, кто без нос, кто без уха, кто клеймен, кто пленный. Все вперед рвутся за землей, за делом, за хозяйством, за свободной жизнью, за вольным обычаем. Кто тебя слушать будет, некому. Остяки и услышат, так не поймут. А сам Пашков и понимать не хочет. Ему прибыль, государеву, давай. Будь у тебя слово хоть и правое, так не что можно слово на серебро весить. Ей-ни. А ли мне молчать? Тихон опустил голову, потом поднял, хлебнул браги. Молчать. А разве он-то, Тихон, не молчит уже целые годы? Жизнь час за часом захватывает его, сыплет его душу, делу, как поджорнов, дело мелет, размалывает. Молодость прошла. Чего хотел тогда на Белом море? Добычи богатой, рыбы всем людям, жизни счастливой себе. А где Анны? А где теперь Анна, княгиня? Марья-то как спит, так и во сне слышно, зубами стригочит, все, видно, жует. А где жизнь счастливая в Сибири? Молчать нужно, вдруг ориц спрашивает протопоп. В Сибири молчат, ответил Тихон. — Да ведь я, ежели говорю, не свое говорю, — продолжал протопоп. — Я то не искусен, прост человек, невежда я. Я, словно нищий, милостыню сбираю под окошками, а вечером назбирав, домой своим волочу, собранную мною своим людям раздаю. У богатого человека, у самого Христа, ломоть хлеба из Евангелия выпрошу. У Павла Апостола гость богатый кусок хлеба, у Златоуста Ивана тот торговый человек кусок словес получу. У посадских людей, у Давида царя, да яйца и пророка, ковригу мягкую добуду. Ну вот, и раздаешь хлеб-то на здоровье. Не мрите с голоду, ешьте, веселитесь, будете живы. А что еще-то нужно на потребу? — Твои бы слова царю в уши протопоп, — отвечал Тихон, кружа пальцем за ручку деревянный ковш по скатерти. Вот, царь бы выслушал, приказал. Народ, пожалуй, бы так и сделал. Да теперь до Москвы далеко, Сибирь-то не юрьевец. Да не будет, государь, и челобитных-то твоих слушать. Он Никона слушает. Молчать все равно не стану. Ты в Москве, вон, говорил, писал, Много народу тебя слушало. А где они? — продолжал Тихон. Один в ссылку-то идешь. За тебя с мечами вось не встанут. — Чего лжешь? — вскричал протопоп, вскочил, стол шатнулся, посуда загремела. Или мне народ к бунту звать? Ей, Николи! Татарский бог Махмуд написал то в книге своей. Кто нашему закону не покорится, Их головы мечом подклоним. Мечами, волею, своей волею зовет, К добру Христос не приказал он непокорных Ни на огне жечь, ни на виселицах вешать. Встанут? Да кто? Кому вставать? И нечего вставать. Коли грех на грех силой идет, Еще больше греху бывает. Не так надо делать, не так. Тихон уперся в протопопа твердым взглядом. Скажи, скажи, как? А так, чтобы всем явно было, чего ты хочешь. Объяви, как веруешь. Стань середь Москвы, Своей души не прячь. К душе душу зови, Перекрестись крестом по-старому, Вот и бери венец мученческий. Вот он готов. Нечего за венцом тем и в персиду ходить, Коли у нас у самих в дому Вавилон. Ну вот и мучься за крест. Коли мучишься, значит, веришь больше жизни, А коли веришь крепко, И другие за тобой побегут. Невежда я неук, А твердо верю. Все, что от отцов нам Оставлено свято и непорочно. Как от отцов принял, Так и держу до смерти, Не шатаюсь. Как положено, так и лежи Оно вовеки веков. Протопоп махал руками В черной своей однорядке С деревянным крестом на груди, Большой, как гора. На опаленном морозами лице Горели глаза глубоко Под мохнатыми бровями. Ты свое нутро народу покажи Чистое, чтобы всем явно было, Что ты за человек. И увидят люди, что в тебе добро, И ты чист, и пойдут за тобой Безнасильно, и будет на земле мир, И в человеках благоволение. Мир будет расти, а не свара. А коли силой в рай гнать Горе душе верной, Все, что высокого в ней, Все низвергается. Никон то что сделал? Правь, говорит, Печатай, Арсенгрек, книги Как-нибудь, а бы не по-старому. А ежели тебя за это добро, За правду твою, Тело твое жечь будут, А пес с ними. Размахнись, душа, да в огонь, Ненадолго, сразу спасешься. Честным пребудешь, В горних селениях С праведными вечно ликовать будешь. А что другого? Ино драться? Махмутов меч прилагать? Так сегодня я тебя распластаю, За утро ты меня, Огонь то адский, И будет пылать для нас обоих Неугасаемо, До скончания веков. Нет, блудом святости Не добыть. Протопоп огляделся, Подошел к окну. В оловянном переплете Синее стояло небо, Блестел золотом полумесяц, Пастухом серед стада звезд, Стыли в голубом иней березы, За ними черная крепостная башня С петухом. Эх, вздохнул Протопоп, Вижу и здесь, в Сибири, одно. Мир нам нужен пуще всего, Да труд, Чтоб все это богатство людское, Всю землю нашу обиходить, В красоту обрядить. А то скачем друг на друга, Как волки, И думаем, Тем души спасаем. Тихон тоже поднялся с лавки, Оба смотрели один на другого, Впервые, может быть, Начавшие понимать один другого. Хотящие оба одного и того же, И такие разные. Один хотел всю землю свою обогатить, Изобилием наполнить, Добытым хлебом, рыбой, Ествой, товарами завалить. И он подбирал народ, Сбивал артели, Крутил работников, Пересылался отписками с Москвой, С Устюгом, Со всей Сибирью, Торговал, Ворочался по ночам, Бессонно тоскуя, Возле жаркой красавицы Марьи, Не спал сутками в заботах, Ездил в лесных пустынях, На конях, оленях, Собаках, лодках, Улаживал споры до распри, Иной драки, Сжимал, Держал свое сердце в руке От обид до страстей, Хитрил свои воды, Терпел, И все, что делал Тихон, Было его правдой. А протопоп Горел желанием, Чтобы на богатой, Мирной и свободной его земле Жили светлые, Добрые души. Он говорил, Гремел, Звал, Речи его проходили в сердца, Писал об этом огнепально, Письма его переписывались, Шли по всей земле, Читались. Люди подымали глаза, Зирались кругом, Видели неправду, Но мирные люди Драться не хотели. Подымались, Уходили от притеснений В пустые места, Не боялись больше никого, Кроме своей совести. Пусть их хватали, Били, Резали им языки, Рубили руки, Персты, Ковали в цепи, Ссылали туда же селом, Куда они уходили, Волей. И это была вторая правда. Тихон нагнулся к окошку, Покрутил шеей, Разглядывая, Так и есть, Сказал он, Сидит. Кто сидит? А видишь, Огонь в приказной избе, Вон, За башней, Воевода, Видно, Сидит, Да поздна, Все грамоты с Москвы чтет. Оба смотрели в окно, Где в волнах синего света Мерцала дальняя свеча. Там сидел воевода Пашков, Грузный курносый, Думал о пользе государевой, О том, Как бы каждого человека К государственной пользе Приспособить, Как от беспорядку унять, Держать в строгости. А не было порядку. Енисейские стрельцы Сами водку сидят, И в те дни, Когда кабакам торговать Водкой неверено, Хоть бы теперь В рождественском посту, По средам до пятницам, Они, Те стрелецкие люди, Несут свою самоситку К кабакам, На торжки В лавочные ряды И на посад Торгуют Из сулей Да из бочонков. Самоситка здесь самогон. А стрелецкому голове От той продажи Их не унять. Кабатчик же Микифор Прохоровса, Товарищи, Боится к ним и подступиться. На выемку не ходят, Они его грозят Убить до смерти, А казну кабацкую Разграбить. То все Обсказав Воеводе, Подьячий Шпилькин Дернул носом, Сказал жалстливо, Ружье У них Проклятых Вольны. Буйство Кругом, Непокорство. Воруют Самовольно Против Бога И великого Государя. Надо бы То воровство Унять. А как Уймешь, Когда стрельцы Вольных казаков На образец Берут, А тут еще Праздник подходит Святки, Всякому Деньги Нужны И водка. Много ли народу-то К нам На торг Едут? Осведомился Воеводом. Не счет, На милостивец, Отвечал Шпилькин. Наехали Со всех сторон На ночь. Шуму Завтра Завтра Уж Много Будет Не В Проворот. Воруют В остроге На глазах, А за глазами Еще пуще В уезде, В дальних Зимовьях. Поставил он Пашков На ангаре Два новых Острога Для укрепления. А какие там Головы сидят, Кто их знает. Посылал он Пашков За Байкал Доверенных Голов Василия Колесникова Да Никифора Кольцова Объясачивать Тамошние племена. А сколько Они государю В казну Сдают, Сколько Для себя Прячут, Как узнаешь. А воруют Те головы Так, Что и казаки От них Бегут. Все ради Их Неправды И воровства. И опять Воевода Гребет Седую бороду В кулак, Дышит Натужно. Тех Воров, Что вино Сами гонят, Хватать Помалу, Жестко Вымолвил он, Пытать Чтоб Другим Неповадно Было. Хватать Втихаря Федьку Мыша Пошли, Он На то Дело Ловок. И Это Была Еще Одна Правда, Третья Из тех Правд, Что В ту Зимнюю Ночь Объявились Людям В Енисейском Остроге. Поздно Наш Воевод О делах Сидит, Сказал Тихон, Выпрямляя Спину И Отходя От Окошка И Когда Ж Он Спит Не Пойму С Самого Утра Вновь Хмелен Да Грозен. А О твоем Дель, Протопоп, Продолжал Он, Опускаясь На Лавку Я Тебе Так Скажу Ты Послушай Я Тут Все Повадки Знаю Не Лезь Ты Христоради В Петлю Раньше Времени Протопоп У Окна Повернулся К столу Глядел Будешь Воеводе Перечить Живу Тебе Не Бывать Медленно Говорил Тихон А С Чего Тебе Ему Перечить Не Что Ему Не Все Равно Как С Служи Как Господь На душу Положит Народу Тут Не До Этого Вернешься Зато В Москву Там Царь Ему И Жалуйся А Тут Кто Услышит Тайга Да Звери А Люди Все Вперед Идут Каждый За Себя Пробивается И Твоя Правда Пусть Их Правде Не Перечит Каждая Правда За Себя Живет Терпи Отч Протопоп Терпеть Не Будешь Пропадешь Запоздно Вернулся Вакум В свою Избу Ребята Спали Марковна Сидела У стола Шила При Лучине Поговорил Петрович Ласково Спросила Она Подымаясь Навстречу Мужу Что делать Здесь Будем Надолго Ли Ждать Надо Марковна Терпеть Отвечал Протопоп Скидывая Шубу На Людей Смотреть Люди Здесь В Сибири Иные Чем В Москве Мало О Боге Думают Что Ж Дальше В лес Больше Дров Ребятишки Спят Настыли Бедные На Мурозе А Что Ж Петрович Хоть Отдохнем Покуда Обрадованно Сказала Хозяйка Направляясь К Печи Штец Не Изволишь Хоть Постны Да Скусны Не Не Хочу Садясь На Лавку Сказал Протопоп Спаси Бог Крепко Меня Поштовал Тихон Васильевич Добрый Человек Терпи Протопоп Коли Говорит Выжить Хочешь Твою Правду В Москву Донести И Вдруг Он Пружиной Вскочил С Лавки Повернулся К иконам Господи Воскликнул Он Прижимая К выпуклой Груди Огромные Ладони Да Кто Жить То Не Хочет Всякое Дыханье Славит Господа А Как Мы Рождество Петь Будем Ежели Здесь Одни Маловеры Да Неверы Живут Так Молчать Что Ли Настасьюшка Разум Миру Воссиял А мы Молчим Молчать Вилят Он Обернулся К жене Та Стояла Молча Сложив Руки Под Грудью Где Апостол Книга Спросил Протопоп На месте Петрович У икон Отвечала Жена Книги Первым Делом Из суммы Вынула Протопоп Снял С тябла Тяжелую Книгу В кожаном Тисненом Переплете Расстегнул Медные Застежки Она Раскрылась На синей Ленте Нашел Послание Якова Братья Мои Читал Протопоп Немногие Будьте Учителями Ибо Мы Подвергнемся Зато Большему Осуждению Язык Небольшой Член Но Много Делает Как Небольшой Огонь Много Дров Зажигает Из Тех Же Уст Исходит Благословенье И Проклятие Мудр Ли И Разумен Ли Кто В Вас Докажи Это На деле Добрым Поведением С Ротостью Если В Вашем Сердце Горькая Зависть Сворливость Не Лгите Тогда Наистину Где Зависть И Сворливость Там Не Устройство И Все Худое И Никто Никто Укрутить Не Зло И Сво Смертонос Н Яда Нахмурившись Протопоп Закрыл Тихо Книгу Мать Встанем На Вечерницу Протопоп Вздыхал Ворочался Садился На Постели Белее В Лунном Свете И Вместе С ним Не Спала Его Жена Однако Не Смеешь Вильнуться Спросить Мужа Что Ж Его Беспокоит Поднялся Он С позаранок Почти Не Спавши Потемну Как Ударили К Заутренне Оделся Ушел В Соборный Храм Преображения Малой Рубленной Задымленной Воском И Лучиной Где Служил Неблаголепно Старый Сгорбленный Поп С молоденьким Дьячком Предпразднование Рождества А когда Он вышел Из церкви Солнце Уже Вставало Весь Енисейский Острог Был В морозном Тумане В розовых Утренних Дымах Снег На башнях На стенах На куполах Был Палеового Цвета Вся Площадь Перед церковью Была полна Народу В ярких Желтых Нагольных Шубах И Полушубках Черных Однорядках С цветными Опаясками В меховых Шапках В татарских Малахаях Чернели Бараньи Высокие С красным Верхом Шапки У казаков Над бронзовыми Горбоносыми Лицами С серебряными Полумесяцами Серег В левом Ухе С белозубыми Лихими Улыбками Из-под Больших Усов Пестрили Очелья Платы Кики Баб Кокошники Ленты Девушек Много Было И остяков И тунгусов В их Меховых Одеждах Шитых Цветными Шерстями В круглых Совиках С ушками В кухлянках В высоких Торбозах Торбозы Пимы Меховая Обувь Типа Высоких Сапог Из оленьей Шкуры Над толпой Стоял Пар От дыхания Роевой Гул Вспыхивал Смех Визгливо Переговаривали Женщины На окраине Площадки Торжка Стояли Заиндивилые Лошади Подрогожами Потряхивая Надетыми На морды Торбами С овсом Торчали Задранные Оглобли В перемешку С рогатыми Оленями Запряженными В нарты На дыбках Прислоненных К заборам Нагромождены Были Ободранные Цельные Скотские Туши Красные С белым Жиром Темные Оленьи Белые Свиные Туши Со скальными Зубами Бараньи С курдюками Лежала Порубленная Кусками Красная Медвежатина Зайцы Были Насыпаны Сотнями Поросята Щипанные Куры Гуси Утки Лежали Кучами На липовых Рогожах Тусклыми Оловянными Поленьями Лежали Зубатые Щуки Усатые Самы Нельмы Ускорылые Осетры Черные Тупорылые Налимы Широкие Лещи В рогожных Завороченных Сверху Кулях Рыбья Мороженая Щерба Прямо На снегу Столбы Из кружков Синего Молока И Желтого Масла Народ Прибоем Шел К лавкам К ларькам Скамьям С разным Городовым Товаром С одеждой Шубами Обувью Разналичной Сверкали Топоры Пилы Косы Остроги Котлы Горели Резьбой Красками Лаком Деревянная Посуда Братины Ковши Морозной Жестью Отливали Сундуки И Гомон Зазывающих Торговцев Был Влад С дробным Звоном Колоколов Здесь Била Ключом Сама Жизнь Торжество Ее Усилий Добычи Гордость Приобретенным Простая Радость Сытой Еды Пестрого Быта Розвальни Были Заставлены Кадьями С рожью Зерном Обжорный Ряд Курился Паром Запахом Разной Снеди Бабы Зазывали Хвалили Свой товар Печенку Легкие Рубцы Пироги Калачи Пряженцы Блины Бараньи Головы Жареных Лещей И Судаков Студни Из ног Головок Хребтин Рыбьи Холодцы И люди Вышедшие Из лесов Из борьбы С полями С землей Со зверьем С пнями Уставшие От одиночества Встречали Друг друга С солнечной Радостью Чтобы Поднять Накалить Еще пуще Эту солнечную Радость Они шли К кабакам Но те Оказывались Закрыты По патриаршему Распоряжению У них Отымали Даже редкие Минуты Беспечности И счастья Когда им Сам черт Был не брат Не то что боярин Но тут же Толкались Стрельцы С сулиями Бочонками Такие же Как этот народ Продавали вино Помогали веселью Бабы торговали Домашним пивом Веселье В перемешку С делом Все нарастало И нарастало Словно Гремело И гремело Новгородское Слово О Ваське Буслаеве Кто хочет Пить Да есть Из готового Тот Вались К Ваське На широкий двор Тот Пей Даешь Готовое И носи Платье Разноцветное Богатая Неисчислимо Богатая Земля Могучий Пристальный Труд Давали Этому Черному Люду Все В чем Он нуждался Праздник На переломе Зимы Возвещал Что хоть Зима Пошла На мороз Да солнце Тодвинулось На лето Пономарь Преображенской Церкви Уже Доложил Радостного Иводя Что солнце Сломило Хребет Зиме И получил От него Полтину Меди В воздаяние Той радостной Вести И торг Становился Все веселей И веселей С дудами С гудками Вываливались Из переулка На площадь С комарохи Пошли К колесом А там Плелись С реки Поводыри С медведями И лесные Хозяева Мохнатые Страшные Но добродушные И веселые Тоже Пили Вино Плясали Вместе С народом Опершись На посох Протопоп Аввакум Стоял Долго Как Одинокий Черный Столб Как мог Он Раньше Осуждать Этих Людей За то Что они Радовались Жизни Как Мог Он Мешать Им За то Что Отдыхали От своих Трудов Опасности Как Мог Он Пенять Им За веселье Народное В толпе Четверо С комарохов С переплясом Весело Пели Под гудки Мы Пришли Тут Доскоморошить Мы Пришли Вышнее Царство Переигрывать Царя Собаку У него То У царя У собаки Вокруг Двора Да Тын Железный А На каждой Тут Да На Тынинке По Человеческой То Сидит Головки Или Он Протопоп Пойдет Против Этого Веселья Христос Чать Не На Горе Пришел На Землю А Для Вечной Жизни Для Победы Над Самой Смертью Веселия Вечного Сам Он Протопоп Ничего Не Боится Так Чего Жи Ему Пугать Простых Этих Людей Весело Зачинающих Свой Солнечный Праздник А Скоморохи Плясали И Теперь Пели Уже Другое Еще Смелей Веселей Провольного Казака Илью Муромца А Не Сделает Князь Киевский Да По-моему Как Велел То Стар Казак Илья Муромец Так Процарствует Князь Стольный Лишь До Утрия А На Утрии Ему Голову Шибу Народ Ему Видно Все Можно И Протопоп Раздумье По Скрипящему Снегу Двинулся Домой На Тихонов Двор Марковна Над Быть Ждет Глава Одиннадцатая Пашков Воевода Весна Здесь В Сибири Не такая Как там Дома Другая Дома Солнце Разгорается Полегоньку Помаленьку Загораются Снега Шумят Подснежные Воды Сугробы Со вздохами Оседают Наталы И свои Подбои Всюду С холмов В ложбины Катятся Шумом Рыжие Ручьи Вздуваются Реки Подымают Ломают Льды Заливают Поемные Луга И вот Вербы Распускают Почки Сперва Серебряные Потом Желто-пуховые Над Бурными Разливами На Пригретых Пригорках Вспыхивают Синие Подснежники Золотые Попики Все Ярче Светит Солнце Однако Ветер Еще Холоден По Бледно-голубому Небу Тянутся Легкие Облака Сладкие Вешние Соки Из земли Бегут Под корой Деревьев На ветках Набухают Почки Темнеют От них Прозрачные Зимой Леса Худая Облезшая Скотина С ревом Прыгает По выгонам Радуясь Свободе И солнцу Везде Пахнет Свежей Травой Жаворнок Ударил Трелью Хоть Его и не видать В солнечном Блеске Из-под Жухлых Прошлогодних Убитых Морозом Стеблей Глянул Кое-где Жирный Изумруд Свежей Травы В полях Пашт Мужики А по Вечерним Зорям Нет-нет Да и Попробует Впервые Серебряное Горло Своё Соловей В Сибири Не так Солнце Здесь Вспыхивает Сразу Греет Так Жарко Что Над ослепляющими Снегами Завивается Курица Белый Порог Солнце Точит Сугробы Делает Из них Словно Пчелиные Соты Снег Быстро Высыхает Листиницы Ели Пихтач Торопливо Одеваются Свежезелеными Кисточками Новых Побегов На концах Выгнутых Своих Темных Лап Паводки С далеких Гор Налетают Бурно Взламывают Реки Месяца Не пройдет Как природа Сибири Уже В полном Летнем Уборе Белое Каленое Солнце Горит Над темно-зелеными Необозримыми Урманами Алмазом Сверкают Из лесов На синем Небе Белки И В беспредельной Вышине В безмолвии В солнечных Лучах Кружат Могучие Орланы Сибирь Белки Снеговые Вершины В Енисейском Остроге Зима В том году Неслась Стремительно Событие За событием Только Отвели Люди Святки Встретили Рождение Нового Солнца Подкатила Широкая Масленица Солнце Набирало Силу В Грудью Не повторяли Масленица Кокошник с высоким передом. Меледа, конетель, медлительность. В чистый понедельник ударили колокола по постному. Редкими затяжными ударами пошел великий пост, плоти укращеньки. На хлебе, капусте да редьки, квасе, а то и просто на воде. Мучит протопоп свою бунтующую плоть, смиряет ее. Службы служат. Служат по-старому. И отсюда мир. И народ тоже мирно стоит. Любит народ, когда поп истово служит. Налажена да и тиха старина. Мир в церкви, да и от поста мир в теле нес. Мир и в душу протопопа. Стал он приглядываться, как бешено работает Тихон и самые его подручные. Не знал протопоп той мелкой, как сибирская миле до торговой работы. Знал одно свое дело — книги, громовые, священные да огненную веру. Каждый человек был для него сам по себе, отвечал сам за себя, сам боролся с дьяволом, сам выслуживал либо райский венец, либо гиену огненную. А тут было по-другому. Тут была работа не на одного себя, а на всю землю. Тогда на Волге у лопатец бросился в воду Тихон, спасая его протопопа. И плыли они от воеводы оба-два вместе, Тихон да Аввакум. А теперь вот выходило, что они людь-то разные. Он, простой поп, говорил и учил тому, что в книгах святых давно на веки писано и не больше. Тихон с ним в версту никак не шел. Тот трудился по-другому. Со многими артелями из приказчиков своих да покрутов люди сходили, съезжались на Басовский двор за сотни верст не зря, а за своей пользой, за тем, в чем им была нужда. От той нужды люди избавлялись, жизнь их становилась краше, легче, и умеренные они тогда и в церкви-то лучше слушали протопопа, и на им Бог через Тихона давал то, чего искали их тело да душа, чего одной своей молитвой он, протопоп, дать им не мог, чудес-то совершать он не мог. Одной молитвы было мало, надобен был жестокий труд всенародный, что охватывал людей все дальше, во всю ширину московского государства, хитрым, живым, необозримым плетеньем, сплетая всех людей между собой. Протопоп видел, как люди Басых, их покруты, приказчики, артельщики, их торговые дворы в Тобольске, Туруханске, Томске, Енисейске, Кузнецке, в Великом Устюге, в Москве двигали, везли, собирали, раздавали, обворачивали товары свои с непонятной для простого понимания вакуумово ловкостью, точностью и искусством. Великолепный якутский соболь теперь не пропадал в тайге бесследно, сожранный свирепой рысью, не сдыхал зря от старости, а пойманный сетью в каменных россыпях да в кедровых сланиках яблонового хребта, схваченный капканом туземного охотника, встречался знатоками с восторгом на пушных рынках Москвы, Флоренции или Лондона. Муравейная то была работа, на самом переднем крае все уходящей от Москвы страны. Они проходили бесконечные пространства, неся с собой ослепительное имя Москвы темным людям, одетым в звериные шкуры с каменными да костяными топорами. В немецких, голландских и английских книгах того времени побывавшие в Сибири ученые-путешественники на неуклюжей варварской латыни ставили русских в Сибири тех далеких времен в пример американским и испанским захватчикам, жестоко истреблявшим население Америки и Вест-Индии. Неистово работавшие на лесных розчастях хлеборобы, мужики московской и новгородской земель, усердные работники, черные люди, посадские, мастера десятков городов того времени, их труды, лившиеся по артериям редких дорог и могучих рек по всей земле и в Сибирь, и давали возможность всюду рубить и ставить башенные города на острогах, строить каменные кремли и соборы, пахать землю, вести промыслы, ковать единое могучее государство. Росчасти, участки, расчищенные от леса и кустарника под пашню. На самой окраине бесконечной земли своей, в Малом Острожке, протопоп Аввакум впервые увидал то, чего за кремлевской сутулакой не видел в Москве. Ровный, упорный, общий, растущий труд народного роя, создававшего великие народные богатства, питающего заботливо свою детку, своих плодущих маток и безжалостно объедаемого золотыми толстыми трутнями. И протопоп становился все спокойнее, все тверже, все радостнее, видя этот всенародный подвиг. К концу зимы пошли слухи, будто енисейский воевода весной идет на Амур, на новые земли, безмерные пашенные равнины. Эти слухи зажигали души наехавших из-за Урала пашенных мужиков, и в их медленных головах рождалась мысль, а не пойти ли вперед с воеводой? На поделях гремели в остатнюю молотки и топоры, поморские плотники заканчивали заказанные для ратных людей дощаники. Одни собирались в Освояси на Белое море, а другие тоже подумывали об Амуре. Не махнуть ли туда? Ведь и там будут нужны их посуды, а, стало быть, и их руки. Посадские люди по своим избам работали нужный для похода товар — обувь, шубы, овчинные одеяла, охотничью снасть, ковали крестьянскую снасть, сохи, топоры, и у них вспыхивала мысль о не пойти ли далее на Амур. По таежным, остяцким и тунгусским стойбищам, по тайгам сновали басовские приказчики, выменивавшие меха на лыжах, на нартах, по тайгам, рекам, тундрам носились служилые люди, казаки, собирали ясак и тоже думали, а не пойти ли дальше. Там больше на Амуре всякого добра. Всех охватывало новое движение вперед. В Маловострожке-Енисейском, в дремучей тайге, в соженных снегах было столько труда, столько жизни, что протопопова горячая голова склонялась перед народом-творцом, меркли перед народом его книжные словеса. Да откуда же они, эти словеса, взяты? От народа? У живого народа и мудрости, и подвига больше, чем в книгах, у народа жизнь. Бесконечные труды и тяготы черных людей на полях, в тайгах, на горах, на реках оправдывают их в последний день в их делах перед самым строгим судьей. Оправданы будут они, и он, протопоп, должен помогать им, подпирать их в их трудах, облегчать эти труды, смотреть, учиться у них, поучать их их же народным умом. В один февральский день протопоп Аввакум вернулся в избу после ранней обедни и, сидя на лавке, переобувался, поправляя портянки. Марковна возилась у печки, вся в красном отцвете углей. В волоковое окно синело утро, ребятки на полу возились с бермятой, толстым серым котом. Ловко выхватив из печи горшок с варевом, Марковна сунула его на стол и остановилась перед супругом, опершись на ухват. — Батьк, что я тебе скажу? Вечер-то запамятовала, — заговорила она, — была я у Феклы Семенны, у воеводихи. Так, — сказывала она, — вечер пригнал вершный. Едет чу новый воевода, ночевал уж он на Кенге. Встреч сегодня в приказной избе готовят. Марковна сдружилась с воеводской женой Феклой Семенной, да снохой ее Авдотией Кириллной, женой воеводского сына Еремея Афанасьча, и при всякой возможности коротала с ними время за женскими разговорами. Марковна, впрочем, была приятельницей всем, кто попадался на ее житейских путях. Дворницы вдове Катерине, крещеные остячки, жившие рядом в избушке, поварихи Кузьминишни, приехавшие с Тихоном из Москвы и, при всяком случае, клянущий Сибирь, мамушки-нянюшки, сыночка Васеньки, Артемьевне, да и Иванушки, дичку из Преображения. Только с одним человеком не могла сойтись Настасья Марковна, с остяцкой княжной Марьей, женой Тихона. Красивое и тупое лицо хозяйки Басова всегда вызывало в ней непонятный гнев. «Ты б сходил к Тихону Васильевичу, спросил бы его, а?» Протопоп молчал. «Надо пойти. Но хорошо знал, что, скажи он, что пойдет, то Марковна начнет бронить Марью, что она один нос дерет, ног под собой не слышит, что взял ее из стойбища такой человек, как Тихон. Счастье-то какое! А она не понимает». Молчанье мужа двинуло ее язык в ином направлении. «Фекла-то Семеновна жаловалась, ее твоего да уж так прост, так прост, сколько, говорит, он в Енисейском-то сделал, и все без казенного расходу, зато, верно говорит, пошлет, будто его сибирский приказ на Амур. Что ж, это было похоже на правду. Протопоп ответил. «Ин, ладно, схожу к Тихону Васильевичу». «Да ты ешь хоть маленько, куда с позаранку идтить? Или на стячку любоваться, поди еще почивает, боярыня». Шагая по снежному двору, протопоп думал про жену. Чует бедная, трудно ему удерживать свою могучую плоть при взгляде на каждую красоту, что сотворил Господь, и вдруг улыбнулся. А может, ревнует потому, что знает меня, каб я сам за себя не боялся, и она, бедная, не боялась бы за меня. По лестнице в горницу Тихона сновал народ вверх да вниз, и протопоп поднялся, постучал в дубовую дверь, на кованых петлях с фигурным замком вошел. Тихон Васильевич за столом, перед ним их приканщик Терешкин Егор, сутулый мужик, долгорукий, широкая кость, сам могучая сила, а лицо бледно от хитрости, и запавшие глаза свет, как у лиса, из подпутного волоса и с бурой бороды. Терешкин вернулся только из Элимского острогу, докладывал, а глянулся на протопопа замолк. — Так что он, Хабаров? — говори, ничего, — сказал Тихон. — Силен он, Тихон Васильевич, хозяин, дай бог ему здоровья, столько годов окрепок, говорит, за наш товар солью заплатит. — Солью? — спросил Тихон, подняв брови. — Опять, — говорит, — варит он соль, — усмехнулся Егор, прикрыв ладонью выщербленные зубы. — Царь, — говорит, — велел по землям больше не ходить, сел, — говорит, — теперь я на землю, а скоро в землю лягу. — Не пойдет больше на Амур? — На Амуре, — говорит, — и без меня теперь народу много налетело, с ковшом на брагу. — Казаки, народ вольный, дерутся за Амур, ровно как за Азов дрались с турками, шарпать хотят и Амур. — Дерутся? Ага, воюют. — Ну, казаки. В городах казак жить не любит, промысла промышлять не хочет, — говорил Сережкин. — С казаками ладом не сладить. — Прости, встряну, — Тихон Васильевич сказал протопоп на озабоченный взгляд Тихона. — Новычу воевода едет, а? — Так-так, — спохватился босой. — Ой, да пойдем, отец, — забыл за делами. Вскочил, бросился к шубе. Они сжали по лестнице, выскочили на улицу. К приказной избе со всех сторон спешил народ, отбегал к башенным воротам, выглядывал и возвращался назад, сбивался в толпу. — Эй, эй, едуть! — зычно в перебой закричали голоса со смотрительной башни. — Едуть! На башне, наполовину вылезшей из бойниц, дозорные махали отчаянно руками, показывали на поезд цепочкой, скачущей по ледяной реке. Видно уж было, как впереди, колыхаясь и подскакивая, неслась кибитка в вороную пару. Ямщик лихо вертел над головой кнутом. — Е-е-е-дуть! — отозвалась площадь, завопили встречу колокола. С приказного двора выскочили стрельцы в новых кафтанах с бериндейками через плечо, с ружьем, с бердышами, на бегу рассыпаясь в два ряда по дороге от приказной избы сквозь водяные ворота, на унавоженный зеленый съезд и по съезду к реке вниз. Бериндейка перевесь с висящими зарядами. Забили тулумбасы, выдохнула в голубое небо облачко пушка, ударила гулка, поезд мчался по реке уже недалеко под берегом. Передняя рогожная кибитка переваливалась в ухабах, взлетала по съезду к городу, нырнула в ворота, вырвалась в облака пара над конями, и под клич Москва добрые кони подкатили к крыльцу воеводской избы, стали тяжело водя крутыми боками. Впереди своих приказных на крыльце стоял воевода Пашков в синем своем кафтане с серебряной травы, без шапки на лысой голове, толстой, курносой и остроглазой. Из кибитки лес ужом новый стольник и воевода — Акинфов Иван Палч. Он на ходу сбросил баранью шубу, остался валом кафтани, золоченом поясе, при сабле разогнулся, высокий, чернявый, молодой, бородко-рыбьим хвостом надвое, отвесил низкий поклон пальцами, с перстнями ткнув в снег. Воеводы крепко обнялись, поликовались трижды крепко крест-накрест. Поликовались, расцеловались. — Милости прошу, — сказал Пашков, подтягивая пояс и мотнув головой на открытую дверь. Вошли рядом в избу, помолились на иконы, Акинфов вынул из-за пазухи столбец, сказал значительно «жалованное слово государева». Кашлену встал читать. От господаря царевича и великого князя Алексея Алексеевича в Сибирь в Енисейский острог, стольнику нашему и воеводе Ивану Палчу Акинфову. По указу отца нашего великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея великие и малые Руси, самодержцам велено быть Афанасью Пашкову на нашей службе на Амуре. В Даурской земле да с ним сыну его Еремею, да сибирским служилам людям разных городов, стрельцам и казакам, трёмстам человекам. А для тое службы велено дать ему Афанасью да сыну его Еремею наше денежное жалование по окладам их из енисейских доходов. Да с Афанасьем же Пашковым велено послать в тое Даурскую землю Тобольские присылки пятьдесят пудов пороху, сто пудов свинцу, сто ведер вина горячего, да из енисейские пахоты восемьдесят четвертей муки ржаной, десять четвертей круп, толокна тоже, да для сбора таможенных пошлин из енисейских книг, по которым в Даурской земле со всяких товаров, со всяких людей собирать таможенные пошлины, да к церквам Антиминса, два, попа да диакона, велено послать из Тобольска нашему Симеону, архиепископу Сибирскому и Тобольскому, а всякие церковные потребы пришлют к ему Афанасью из Москвы. Антиминс — четырехугольный платок с изображением положения Христа во гроб и четырех евангелистов, обычно был из льняной или шелковой ткани, подкладывался под Евангелие на престоле, на нем совершалось освящение так называемых святых даров. И как к Тобе там наша грамота придет, Афанасий Пашков отдаст тебе печать нашего енисейского острога и денежную, и соболиную, и пороховую, и свинцовую казну, и хлебные всякие запасы и дела, и что на него по счету зачтено будет, то все в нашу казну заплатит и во всем с тобой распишется, и ты б дал ему Афанасью для нашей даурской службы, и сыну его Геремею наше денежное жалование из енисейских доходов. И ты бы отпустил под него Афанасья и подслужил их людей суды, что готовились для даурской службы, в чем все запасы им поднять мощно, и отпустил бы их из енисейского острогу в Илимске по весне. Весна 164. По старому летоисчислению с начала мира в 7164, то есть в 1656 году новой эры. Ранним свежим июльским утром на берегу, под самыми стенами енисейского острога, протопоп Аввакум служил на путственный молебен, уходящему на всход солнца отряду воеводы Пашкова, служил в сослужении енисейского попа Спиридона. Пахло сладко ладаном, брецало кадило, искрились позументы холщевых рис, желтели свечи в слюдяных фонарях, покачивались хоругви. Под красным яром берегом стояла большая толпа православных енисейцев, плакали женщины, басом откашливались мужики. Приткнувшись носами в самый галечный берег, словно в строю застыло сорок четыре новых дощаника, на мачтах реяли, трепетали цветные прапоры, пестрели резные кружки с ликом солнца. Ройные, стуго свернутыми парусами, лежали на палубах, весла на готове в уключенных, шесты, багры, крючья, весь судовой снаряд в полном порядке, с полным запасом. К каждому дощанику дано было по лодке малой по три паруса, да на паруса в запасе три тысячи семьсот семьдесят семь аршин холсту нового, да нитки паруса шить десять гривенок, да сорок четыре бичевы по два спуска, каждый спуск пятьдесят сажен, да по четыре каната на дощаник, да на всех десять ведер смолы. И мачты, и флажки, и смоленые борта, и бородатые кормщики на корме, и немногие стрельцы в красных кафтанах на посудах отражались в гладких по утреннему стеклянных волнах Енисея, бежали струичто. Перед дощаниками выстроен весь отряд воеводы Пашкова Афанасья Филиппча, собранный им, почитай, со всех полуторадесятков городов Сибири. Триста человек стояли в два ряда. Служилые люди были в красных стрелецких кафтанах, казаки в черных чекменях, на рубахе, в высоких бараньих шапках с красным верхом, больше чернобородые остроглазые. Чекмень, короткий кафтан. А большая часть — охочие люди, испашенных, беглых, гулящих, ссыльных людей, старые, молодые, кудрявые, плешивые, и с лицами в сетях морщин, с загорелыми, облупленными красными носами, и нежные лица юношей, и ясные, и налитые кровью глаза, спрятанные поднабрякшими от испытаний лет и водки веками, одетые все по-разному. Во что Господь послал и в смурых кафтанах, и в рваных однорядках, один даже в ветхом польском кунтуше, а все сильные да лихие. Сверкало на солнце оружие бердыши, сабли, татарские, польские, турецкие, казацкие, у кого ружья, пищали, карабины, у кого луки да стрелы в колчанах, кистени шишковатые на цепках, а у кого за поясом, на спине — чекан, али просто топор. Чекан — холодное оружие, топорик с молоточком на короткой ручке. Хмур и важен стоял меж ними воевода Пашков. На великое дело поднимал он свою рать. И за свой счет без расходу от государя поднимались люди не так, как было сказано в указе московском, а было ведь их более трехсот буйных, разгульных, готовых на все. Казна Тобольская дала им только оружие. Да и то не на всех сподряд. Вот куда еще припасы хлеб, мед, чеснок, лук. Взято было с енисейских пашин. Да, кроме того, прибран был запас для походу, да для торговли с иноземными людьми, для лову — котлов железных пятнадцать, олова восемь пудов, адикую — полтора пуда, бисеру цветного пятнадцать гривенок, сукан сермяжных три старшин, колокольцев девяносто, сетей неводных сорок, обметов соболь их тридцать два, топоров семьдесят три, холсту гладкого, толстого двести пятьдесят аршин, да еще стекла, посуды деревянной, нити, иголок. И с такими-то людьми, и с таким товаром нужно было идти вдаль и дальнее править абазинским воеводством. Абазинское воеводство правильнее Албазинское. Название возникло от города на реке Амур, основанного Хабаровым в 1651 году. Только помощью Тихона Басова поднялся на поход воевода Пашков. Договорились они, что из добычи разочтется Пашков с Басым из доли. Они будут делать государево дело вместе. Обещано было и служилым людям, жалование ему платит воевода, как положено, из добычи, а с охочими людьми было договорено артельно по доходу. Шибко сварился на последях воевода Пашков с воеводой Акинфовым, как подымался в путь. Дооборот, почитай, дело доходило. Идти надо, расход нужен. А где взять? Война. И Афанасию Филипповичу пришлось подыматься на смелость. На мизень-то да на кевроле жиру помени было, а и то помог Бог. И его малая да удалая рать тоже молилась усердно, клал на себя широкие кресты. Кому ведь вернуться, а кому и нет. Все под Богом ходим. Семья Протопопова молилась в дощаннике, что отведен был им Петровым. Да диакону черному, да подьячему Шпилькину, что ехал со всем письменным прибором, вез бумаги, пищи, полстопы, черниленку медную, перья в пригоршню, царское уложение да указы, да наказные грамоты, в Сибирь посланные. Марковна с ребеночком на руках была спокойна, ей было не впервой, а ребята радовались по ходу. Сидеть в острожных стенах надоело, а выйти за ворота тоже нельзя. Утащит либо зверь лютый лесной, либо иноземцы немирные. Рядом в воеводском дощаннике тоже сидели женщины. Жена воеводы Фекла Семенна да сноха Авдотья Кириллна молились, плакали и, тряся головами в цветных плотах, переглядывались с Марковной, когда вскрикивала Ксюша. Молебен отошел. Диакон Никита возгласил многое лето государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу. Протопо поднял высоко крест, благословил обоих воевод, остающегося и уходящего. Потом отряд всех провожавших сам пошел с дьяконом садиться в суденышко, воевода приказал по лодкам. И дощанники один за другим отплывали от берега, подымали паруса, крепкий ветер подхватывал их. Длинный караван ходко побежал вверх по белогривому Енисею. Провожатые уж разошлись, а Тихон босой все стоял еще на берегу, держал за ручку сына Васеньку, хоть Марья сердито теребила его за рукав. Идем домой. Тихон не шел. Заботы томили его. Первое, удастся ли предприятие, которому он доверил немалые товары да деньги, будет ли все благополучно? А второе, ой, крепко же привык он к протопопу, гонимому сильными мира сего. Мысли рвали душу Тихона, годы шли, сменяя один другой, словно трава в степи. С годами все больше угрязал Тихон в торговых делах. Добывал, покупал, оборачивал, работал уже по привычке, не чувствуя в душе ни удали, ни веселья от смелого замысла, от удачи. Чуял сам, что черствеет, а душа тосковала неутоленно. К чему эти все дела? Жили же люди раньше без них, а в тайгах и теперь так все живут. Княгинь-то его, остяцкая Марья, и сейчас, не догляди, у живой рыбины башку грызет. Да чего де вкусно? Он Тихон богатство собирает, а нужно сие богатство-то. Грех богатства от него сердце одебеливает, богатый-то в царствие Божие не попадет. Одебеливать делается черствым, нечувствительным. Бабенька то говорила, а протопоп другое знает, есть где доброе богатство, а есть дьявольское, что лихву по кабалам дерет. Лихва процент. А каково оно доброе? Много правды чует протопоп у него в душе, словно матка поморская иглой дрожит, куда человеку идти. Поморская матка — компас. Многое он знает, а вот куда дойдет протопоп с тем его знаком. Да вот и уплыл он протопоп, все дальше паруса каравана, завернул за мысок один, другой, увидимся ли, бог весть. Опять поговорить не с кем. Сидел на скамье, охватив за плечи двух сынков. Невесел уплывал и протопоп. Марковна рядом притулилась с младенцем, ну, ровно, божья мать. Грушенька грудкой навалилась на борт, смотрит в синюю воду, плывет семья Петровых. Бог весть, что впереди-то. Ветер низовой трубил в уши, могучий парус тянул, что добрый конь, енисейский острог исчез за красной скалой, шире и шире. Синели дали, белели шапки горных хребтов, встречу неслись быстрые светлые воды реки Эннеси, по-тунгусски «Великие воды». Тянулись дни плавания, кружили синеющие лиловые горизонты, лесистые воды, бескрайности зеленого леса. В хрустальном воздухе кружилось лохматое рыжее солнце, от облаков по земле по лесам скользили синие и серые тени. Даже пусть это безмерно богатая земля, живут должно в ее тайгах, горах, в скалах, чьи-то страшные души, тоскливые, огромные, бородатые, как мамонты, темные кости которых торчат бревнами в обрывах пустынных берегов. Десятки веков прошли здесь без всяких перемен, в шелести лесов, в плеске реки, в безмолвии облаков. А вот теперь с Москвы явились эти паруса дощанников, под ними смелые бородатые люди с синими глазами поют вольно, отдаются в скалы медные грозные голоса. Да, эх, взговорил Ермак Тимофеевич, эх, брат казаки, да вы послушайте, да мне думушку посоветуете, стелется казачья песня по Енисею. Как эх, да проходит у нас лето теплое, куда, брат, и зимовать пойдем, нам на Волге жить, всем ворами слыть, на Яик идти, да тот путь велик, на Казани идти, грозный царь стоит, грозный царь стоит, все не милостивый. Песня развертывалась, неслась широко, низко, мощно. Царь послал на нас рать великую, рать великую в сорок тысячей, так пойдем-ка, браты, да возьмем Сибирь. И, должно прислушиваясь к песне, вверху реял широкими кругами белогрудый орлан, обещая победу. Воевода велел послать себе набить тунгусский меховой коврик, прилег на софьянную прохладную подушку в тени паруса. Бить средняя скамья, где укреплен парус. Сумует воеводам. Сумовать, значит, мрачнеть, морщиться. Один он с кем поговоришь, где совета возьмешь. Своего он добился, ведет своих триста богатырей. А куда ведет? Наказанная память государева, говорит, на Амур, в Албазинский острог. Иди, как ходят все московские люди по Енисею, плыви против воды до Ангары реки. Там против воды же вылим реку до Ленского волока. Перевали в Лену реку, беги, Леной, вниз до Алёкмы реки. Алёкмой в Тугир реку. А с Тугиром выходи переволоком через камень на Шилку реку. Тут тебе и Амур. От таких мыслей бородой заворочил, загудел индо воевода. А в ответе-то кто? Он Пашков. Кто в Москве под кнут ляжет, коль не ладно, он свыйдет? Он Пашков. Он и Акинфову сказывал, так, где он Пашков, плыть будет. А так ли надо? Опасно. Там народу больно много набежало. И нынче с польской войны-то и наши бегут, и пленные поляки бегут, и украинские казаки, и донские казаки. Соболей уж не спрашивай. Одни воры тута. Измен того гляди, как змея ужалит. Пашков тревожно сел на ковре, в волосах скребет. Нет, не так. Вперед надо идти пустым местом. Вот как. И зверь есть, да и измены в пустых местах меньше. Мене народу, менее бунту. — Эй, государь! Эй, эй! Донеслось с головных судов. Машут издали казацкие шапки. Эй, эй! — Чего, эй, эй? — Лодка встречь! И верно. Под самым берегом, под лозняками, в тени, на веслах бежит ход ко встречу челнок. Воевода встал, подтянул штаны и машет рукой. — Эй, давай сюда, и чьи люди? — Эй, греби сюда, сюда, к воеводе! Подхватили отовсюду с каравана. С одного дощаника сбросили малую лодку с двумя стрельцами. Полетели борзо наперевес. Воевода, прикрыв глаза рукой, от солнца смотрит, приостановился. Встречную посуду ведут к каравану. В ней двое. Воевода впился глазами, вцепился в борт обеими руками, выгнул спину. — Неужто, Ванька? — Эй, Ванька, Колесников! — кричит воевода. — Я-су-у! Государь! Кланяется встречу сидящий на корме худой, да черна загорелый казак. — По что острожек кинул? — Кто указал? — гремит воевода. — Куда, дьявол, плывешь, бежишь? Иван Колесников еще молод, бородка мягкая, глаза злые. — Государь! — кричит он, шапку сорвал, на ноги стал. — Я к тебе. От отца мочи нет. Бегут от Байкалу люди, хлеба нет, соли нет. А цинжали до смерти. В могилу ложимся, государь! Дощаники Пашкова останавливались, задние наплывали, рос плавучий остров. — А Кольцов, Никишка, где? — Сбежал государь. — Сыргенского-то острожка? Беда! Народ немирный кругом приступают вплотную к самым тынам, с лучным да с огненным боем. А у нас ни пороху, ни свинцу. Беда! — Так я ж, воевода, к вам иду! Или не ведомо? — Ведомо, государь, с той вести отец меня с Байкала и послал. Упреди де воеводу. Уйдем мы отсюда. Нахлебные те места неустороженные, недобычливы, немирные. Все люди, слушая эти речи, шеи вытягивали, головы вертели, лица суровели. Оно и впрямь повел их воевода, не зная броду. Эдак-то не то, что соболей не доспеешь, а и свою шкуру потеряешь. — Где отец до кольцов? Плывут, государь, за мной. — Изменники! — взревел воевода. — Государь и вы, ослушники! На печи вам сидеть да с бабами бабиться, казаками зоветесь. Ну, я их все равно схвачу. Да и в Енисейском, Тобольском острожках скоро тоже кормов не будет. Война дома идет, не до нас, Москве. — Низ промыслим сами, там и погибнем. Глухой ропот дунул ветром под ощанником. — О жалованье, государева! — раздался скрипучий железный голос из встречной лодки. — Нету! — кричал воевода. — Своим подъемом идем, гормщики! Разводи лодьи Ванька, подходи к нам, вылезай обоя. Выбежали дощанники против воды. Один за другим, один за другим. А воевода закрылся в своем чулане с Ванькой Колесниковым да с Фомкой Спириным. Подечий Шпилькин вел допрос, добивался. Чего ради воруют колесниковские да кольцовские людишки? Нет ли тут скопу против государевой прибыли? Измены нет ли? Скоп — сбор. Развели Ванька да Фомка руками стонут. — Государь, хлебушка нету, пороху нету. А про скоп да про измену не слыхать. Выглянул, озверев воевода из чулана, крикнул. — Кнутов! Вытащили Ваньку из чулана, раздели, дали пятнадцать кнутов. Люди со всех дощанников смотрят, как рубят кнут Ванькину спину, глазами посверкивают. А иной смеется, рад дурак, что другому жарко приходится. Протопоп с тихой досады на дно лег, тулупом прикрылся. Не слышат крика. — Государь, смилуйся, пожалуй, все обскажу. Измена, государь! — Добро! — крикнул воевода, ослабони. Ваньку и Фомку сволокли в чулан, и снова тихо плывет караван вперед в неведомые земли. Еще солнце не село, а в глубоких берегах, в скалистом ущелье, пала тьма, только слышно вода шумит. Приставали к берегу, варили в котлах, кто кашу, кто похлебку, спали у костров. Ночью звезды дрожали над горами, костры шаяли алом угольем, порхали в них синими мотыльками легкие огоньки, а под тулупами тоже шаяли шепоты. Шаяли, значит, горели, полыхали. Иван Колесников, лежа на животе, рассказывал, что больно немирны в тех местах иноземцы. Утащили у них двух казаков, привязали за ноги к березам, согнутым друг к другу, пустили березы, и казаков разорвало пополам. Только синие черевья повисли в воздухе, черевья внутренности от слова «чрево». Пропал у них Сенька Пальянов, оцинжал и стаял с голодухи, что восковая свечка помер без покаяния. А как закопали его в землю, всю ночь на могиле ревели медведи, много их сошлось. Ночь проходила в сырой темноте, всю ночь слышно было, рыба плещется в реке, филины ухают в лесу, сычи и стонут. Сова, трепеща на мягких крыльях своих, остановится над костром, сверкнет от костра глазами, исчезнет медведи ревут, тайга полна шорохов, тревоги. И сон бежал с глаз, люди вздыхали, скорее бы приходило солнце, все видеть с солнцем, а что видко, то не страшно. И перед самым светом на другой день заслышали из дощанников сторожа всплески весел на самом стержне. Увидели проблеск воды под ущербным месяцем. Проскочил чей-то дощаник мимо ночного становища. Слыхать по гребе русские свои гребут, рвут больно сильно, спешат. Крик пошел, пальба, бросились в лодью, в угон, да где догонишь. Проскочил дощаник, стихло все. Один воевода ревет бесперечь. Проплыли, надо быть, и кольцов, и колесников, а кто их знает, ищи ветра в поле. Кричи твоего, да Ванька, зови отца, чтоб ворочался, не то тебя запорю. И протопоп слышал и крики, и тревогу, и пальбу, и крепкие слова. Приподнялся на своем ложе и из мягкого лапника осмотрелся. Ребята спят, ну, дети. А протопопица хитрая, по день не спит. Опустил протопоп, косматую свою голову на мешок. Что делать? Что делать, Господи в разуме? Насилье он ненавидит, но ни силы, ни власти у него самого нету. И никто его и не слушает. Государевы служилые и охочие люди идут туда, куда повел их воевода Пашков. Идут за государевой прибылью. А если не хотят они идти, поведут их кнутом да руганью, да виселицей. Иначе воеводе самому попасть на дыбу. Не в крест, видно, а в кнут верят и воевода, и сам царь. Или ему протопопу эдак и терпеть неправду. Ай, нет, себя-то жалко и семью. Господи в разуме! Рыдание вырвалось было из горла его, сдержался, зажал рот. «Не спишь, отец?» Отозвался чей-то шепот рядом из-за елочки. «Я тоже не сплю. Простой я человек неписьменный. Не пойму что-то. Господь все небо звездами изукрасил. А к чему? А ли, чтобы люди друг друга под такой красотой бильбода мучили, а?» Не отозвался протопоп. «Чей тот голос?» Как отозваться? И утих неведомый шепот. В ночи Марковна зашевелилась. Не спит, однако. «Куда пойдет протопоп? Кому скажет? Он обличает Никона. А за что? Старину Никон отверг. А Никон, вон, говорит, что старина, пуща у греков, тедя, крестится по-старому. Одни так, другие эдак. Да не разница такая страшна. Угнетенье страшит. Насилье. Страшно, что Никон людей за крест Христов на цепь сажает. В тюрьмах гноит, в ссылке шлет. Вот те и Христос, куда девался. Государевые прибыли ищет воевода, то ему в честь. Да не такой же ценой. Ревет Аки Скимен. «Ты силу кажешь, дурачок, а ты любовь. Любовь к людям покажи заботу, за любовь люди больше сделают». Проснулась Ксюшка, заплакала. Настасья Марковна сразу зашушукала на нее. Но не спала хитрая. За мужем должно следила. Любовь есть, когда душой человек к человеку приваривается, что железо к железу, и становятся двое во плоть единую. Да и он, Афанасий Пашков, хоть воевода, а сын мне духовный, а я ему отец. Одна у нас снимать церковь, одна крыша неба, одно солнце. Пусть он мне и досаждает, а все равно нужно и таких Пашковых любовью принимать. Что делать? Стал засыпать тут протопоп. Борода сыра ни от слез, ни от ночи. И вспомнил он давний свой сон. Еще на Волге видел он. Плывут стройно два струга золотых по Волге, и весла золотые на них, и шесты золотые, все как есть золотое. И по одному кормщику в них спрашивает Аввакум, чьи корабли те? И ответ слышит — Луки да Лаврентья. То дети были духовные Аввакумовы Лука да Лаврентий, умерли они в те поры доброй смертью. И тут же третий струг через Волгу плывет, не золотой, а черный, да белый, да красный, да серый, и юноша в нем один сиделец, и летит струг тот прямо на него, на попа, и вскричал в страхе Аввакум, чей корабль этот? И отвечал ему кормщик — Твой он, твой, на, плавай, в нем с женой да с детьми, коли своего добиваешься. Ин видна и подошло то страстное плаванье. Ворочается протопоп в тонком сне, то заснет, то проснется, ворочается беспокойно в чулане и воевода Пашков. Чудится ему измена кругом. И еще куда ему плыть? — Ну вот, до Илимского острожка доплыву, — Хабарова спрошу, — думает твоего, да кому знать, как не Хабарову? Ерофей Павлович, мужик, что твой таловый пруд, ткни его в сырой песок, растет, листья корни дает. Доплыли до щаники, до Илимского острожка. Там ударил сплошной колокол. На стены стрельцы бегут, гремит набат, воротники ворота притворяют, посадские мурашами в город с узлами спешат. В осаду садится, мужики с полей верхами в деревню скачут рыбахи пузырем. До щаники пристали к берегу ниже устья и Лимрики, а воевода на своем поплыл к городку. Стих набатный звон. Смотрит с реки Пашков. Нивы кругом острожка, золотые, урядливые, по лугам скот пасется пестрый, лошадей-то буны. Вокруг посада все огороды, в паскотинах две мельницы ветровые мелют. А со строжка идет среди других мужиков в коричневой однорядке, в красной рубахе, седобородой, чернобровой, сам приказчик сих мест. Боевой устюжский пашенный торговый человек, ныне жалованный царем боярский сын Хабаров Ерофей Палч. Ломит шапку с серебряных кудрей. — Что с полоху нам натворил, пока мист распознали? — смеется он и кланяется воеводе, пальцами касаясь песку. — Милости просим, пожалуй. Воевода в цветном кафтане стоит в дощанике, стрельцы на шестах подводят посуду к берегу, кладут мосток, и воевода сходит на желтый песок, сын Ерема его под локоть держит. — Здрав, буди, воевода, — говорит Хабаров. — Поздоровуль, Ерофей Палч, — спрашивает Пашков, — милости прошу на дощаник ко мне метку испить малинового стоялого. И повторил с поклоном. — Пожалуйста. Хабаров с поклоном прошел по сходне на дощаник, за ним следом оба Пашковы. Сели под парусом в холодок, Еремей побежал за медом. — А где теперь воевода твой? — осведомился Пашков. — Я за всех, — смеется Хабаров. — Один старый Богданов в Москве по весне уплыл, другой новый Бунаков кось не слышь будет. — Один управляюсь. Взглянул Пашков по-истребиному. — Без воеводы? — Ага, народ-то сам работает. — А к государеву десятину как сдаешь? — В Тобольск. — А ты далеко ль плывешь? — На Амур. — Воеводой? — Ага. Хабаров покачал головой сомнительно. — На Амуре-то первое, пожалуй, воеводам. — Не вот, — усмехнулся он. — Народ на Амуре вольный. — Казаки, да охочие люди, пленные, утеклецы, беглые, значит, донским обычаем живут, кругом казацким, ну, вечим. — Как так? — Да так. Воевода жалование царское давать должен. Воевода есть, а жалованье нету. И людей у воевод мало. Я в Москву писал, просил, чтоб для той Амурской земли укрепления прислали, бы служил их людей для порядку. — Меня и посылают. — Сколько у тебя людей-то? — Три сотни. Хабаров улыбнулся. — Шесть тысяч, проси. — Десять, проси. Три сотни. Дело там большое. Земли рядом сильные. За Амуром сильное Багдайское царство. За рекою Селимом Серебряная гора. А при ней день и ночь Багдойская стража в куяках с огненным боем. От Албазина две недели до той горы ходу. По Селиму реке мужики живут. Многие работают. Камни самоцветы, шелка да бархата. Атласы ткут, жемчуг добывают. Близко да не дойти. Войско у них? Сила. Куда там три сотни? Наших одних людей с Лены реки туда столько набежало, ежели воеводить начнешь. Не платя жалования, сомнут они тебя и три твои сотни. Сомнут? Ага. По Амурову, по верху, живут сидячие иноземные мужики, тоже сильные. Пашни имеют добрые, железо промышляют, медь, олова, соболей много дают. Кому дают? А вольным нашим людям. Степанова Ануфрия там поставил я приказчиком за себя, как меня в Москву повезли. Писал, сказывает Степанов, в Якутский острог в прошлом годе. Живут они де все великую нуждой, питаются травой и докореньем. А хлебные запасы и сдержали они. Холодно и голодно, и пороху, и свинцу в государевой казне на Амурлике нету нисколько. И оберегать острожки и государеву казну нечем. А хлеб разве с дракой достанешь? А кругом иных земель народы, под Богдыхановой властью, многие и сильны и с огненным боем. И ныне, слышно, — пропал Степанов-то. — Пропал? Слышно, — пошел на Шунгал-реку за хлебным запасом, и не то побит, не то в плену, и с ним триста людей пропало. — Нет, там нельзя эдг жить. Шунгал-река, значит, Сунгаре. А как же? Миром надо жить, садиться на землю доработать. Вот теперь царевым изваленьем живу я здесь, и пашни опять заимел, и огороды, и соляны, и варниц поставил, и мельницы у меня. Ружьем немного возьмешь, товаром доспеешь более, товар ружья покрепче. — Так, — Ерофей Павлович, — так, — наклонился к Хабарову вплотную Пашков, — скажи, как идти мне способнее, на Амур по Елиму да Волоком на Лену реку, альбо по Ангаре реке да Байкал море да полуднем на Шилку реку? — Мне на Амур реку больше хода нет, — уклонился Хабаров, — мне туда и государь ходы заказал. Я туда с народом шел, а мне сидеть здесь указано, да и стар я, как я могу знать. А на Елиме реке я тоже делаю, что и на Керинге, и на Мангазее, везде делывал хлеб, пашу, соль варю, промыслы промышляю. Хотел было и на Амур реке тоже рабить. Да не судил Господь. А тебя, воеводу, сомнут там вольные люди, охочие люди да казаки, и не дойдешь. — Не дойду, как бог свят. Так что ж делать? Указано идти на всход солнца. Иди. Иди с умом, да через Байкал море и тоже на Шилку реку. Тут тишая. Горы кругом. Иноземцев мало отсидишься, коли они и приступать будут. И наших тут тоже мало. Тут легче. Тут пока все тихо. А богдойские люди сказывают, и ихние цари, и Шамша-хан, и Аллах-батур-хан уж больно серчают на нас. Еремей Пашков принес деревянную братину игристого малинового меду. Позвонили чарами. Здоровье государева поднялся со скамьи Пашков. — Многое лето, — ответил Хабаров. Выпил, похвалил. Хорош мед от. Они сидели втроем. Седой вольный землепроходец и два московских служилых человека, которых царская воля слала в неведомые земли. И Хабаров не спеша поведал им о своих походах, о том, как заложил он было на Амурике, Острожке, Албазинске и Докумарске, сказывал, как ныне могучи богдойские государи, что все сильнее их войска. — Лет десять тому назад ходили те государи в полуденную сторону к великой стене. — Какой это стене? — К великой. — И та стена. — Багдойское царство от китайского царства делит. И та стена тянется на пять тысяч верст. — А-а-а! — вскричали оба пашковы и покачали головами недоверчивым. — Вот, — продолжал невозмутимый Хабаров, пригубливая из чаши, — и под великой стеной богдойские люди тех китайских людей побили и за стену пошли. И у них ханбалу, ханскую столицу, приступом взяли. Ханбала, Пекин. — И, приступив дальше, пошли те богдаханы в Китай. Богатство взяли неисчислимые, и бьются они теперь на конях своих у самых дальних полуденных морей. — В китайском царстве? — В китайском, ага. — И то китайское царство богаче богдойской земли, и там многие каменные города и дворы, как на Руси. — И церквей там много. И звонят в них колокола, только крестов на церквах нету. — А вера какая? — Какая вера-то неведома, а живут они, слышно, как русские. И одежи у них длинные, и многие страны торгуют с ними богато. — Ишь ты, откуда же государь сие ведомо? — тихо спросил Еремей. А хажевал Туды за ту великую стену воевода из Томску, Волынский, Василий Васильевич. Он мне и сказывал. — Да еще что! Есть у меня книга голландская, и тот голландский человек еще дали бы вал. И сказывают толмачи, что книгу-то учли за китайским царством в океане, на шестьсот верст лежит остров Ципанга, богатый, и золота, и серебра там много, и всякого добра. У Пашкова аж глаза заблестели. — Взять бы да подвести тех людей под государеву высокую руку! Хабаров отмахнулся. — Не дадутся! Ципанские люди сердиты, чужих людей, что к ним идут, сразу казнят. А от китайского царства на полдень прямо лежит индейское царство, и от ханбалы китайского до агры, столицы индейской, караваны ходят по полугоду, ходят часто, и товаров у них много же. — Далеко не возьмешь, — вздохнул Пашков до сада. — Нет, не возьмешь, — говорил Хабаров, — казацкие да служивые люди биться любят да грабить. Ну, народ обижают. На Амуре теперь ровно котел со щербой кипит. Щерба уха. А жить нужно, говорю, мирно, землю пахать, промыслы вести да торговать. Багдойские люди мирные. А у меня указ на Амур. — На Амуре ты малых острожков не поставишь, — нет, — отвечал Хабаров, следя взглядом, как через реку плыл безвестный рыбачий челнок. — На Амуре нужно, говорю, большую силу. Багдойские люди сильно приступать могут с боем, а силы у тебя, Афанась Филиппич, нету. Значит, идти тебе надо за Байкал. Тут города-леса к Амуру подходят. — Оно так и есть, Ерофей Павлович. Я там острожки ставил, а братские и иркутские ранее стоят. Вот-вот. Ну, подавайся туда полегоньку. Осторожно. На зиму останавливайся, а зимую ржицу сей, а к концу лета собирай. Иди по ангаре против воды, да за Байкал, да там реками пойдешь, сам увидишь, докуда мощно. Протопоп Аввакум сидел на камне на берегу ангары, смотря издали на Элимский острожек, на его башни, жестяный крест на церкви. Ждал он возвращения воеводы, и все сидельцы дощанников, вышедшие на берег в этот теплый день конца лета, собиравшие ягоды, сушившие на кустах отсыревшие одежду, тоже ждали сие решенье, куда же пойдут они за своей судьбой. Все они накрепко были связаны с седым грозным человеком. Тревожен был и воевода, возвращаясь к своему каравану. Приперло его, приходилось самому решать, как держать путь. — Хабарову все дела эти были ведомы, — думал воевода. Ходил он по Амур-реке далеко, и на Зее был, и на Бурее, и на Шунгал-реке, и до Уссури-реки доходил. Лучше его никто не мог бы посоветовать. И тут потише будет, легче с ним справляться за Байкалом, тут-то все горы, не сбежишь, некуда. Вся стать идти эдак. Воеводский дощанник подплывал, на берегу пашковская рать томится, ждет приговор. — Плывем, ангарой, товарищи! — крикнул на подходе Афанась Филиппч и махнул рукой против светлых несущихся вод Энесси. Короткий жест определял судьбу самого воеводы, судьбу его людей, само будущее здесь московской власти. Протопок же Аввакум обрекался этим жестом на молчанье на целые годы под властью этого человека, причем ему оставались лишь одни раскаленные думы, да неистовые молитвы, да разве шепоты по ночам под тулупом с лежавшими рядом товарищами. Поплыли они по ангаре. Осень в полной холодеющей силе своей вовсю расцветила берега быстрой хрустальной реки. Стали по берегам утесы посмотреть, голову заломишь. В лесах звери дикие, змеи великие, на берегу и гуси, и утки кличут, и от лебедей бело без конца. Над горами кружат и орлы, и соколы, и кречеты. Молчал протопоп, смотрел кругом. Пошли дощаники пашковские ангарскими порогами, везде каменья, вода ревет. Народ весь берегом идет, волочет свои посуды против воды. Перед шаманским порогом выгружались так, а сверху, встречу, плыли другие суда. Плыли на них две вдовы-старухи, в Енисейский острог плывут, в монастырь постригаться. И увидел тех вдов, воевода Пашков, рычит бабы, а плывут в обрат. «Ин не знаете», — приказал государь баб, в жены казакам давать, — «тащи их ко мне». Взвыли вдовы, в ноги воеводе пали. «Государь, старухи мы на седьмой десяток, куды нам замуж, душу спасать хотим?» Воевода смеется, а еще и с мужьями поживете. И кругом-то смех пошел. «Добро, государь, на чужой сторонке и старушка божий дар». Вдовы плачут, ревут, и да куда? Вытащили их из дощаника, шушуны их не повыкидывали. Хохочут кругом, вот те и преданные. Жребьи уже в шапке трясут. Ну, женихи, подходи кому счастье. Протопоп прослышал. Бежит сквозь толпу, руку поднял. Воеводу обличает. «Не право творишь, государь!» Вдовы они, христовы невесты, в монастырь бедные плывут души спасать. За тебя молиться будут. Сдвинул брови воевода, говорит тихо. «Не мешайся ты, протопоп, в дело государь его не твоего, а на ума. Вдовы нам надобны, делу надобны. И чего ты на всех путях нашему делу наперекор стоишь, а? Оно и из-за тебя, да щаньки-то по порогам худо идут. Ереть-ка ты сам. Вылезай сам из посуды, ступай по берегу, мимо порогу, авось без тебя полегчает». И побрел протопоп по берегу тому пешком. Порог-то гудит, как бешеный, шумит, словно тысячи шаманов пляшут, в бубны бьют. А по берегу горы, и на тех горах олени гуляют, и зюбры, и лоси, и кабаны, и бараны дикие, и всего много, а взять нечем. Бредет протопоп один, молчит днем. Зато ночами под тулупом стал шептать больше. Филиппушка его слушал, стрелец из Томского, да еще Никифор из Березова, да и другие еще слушали его горячую гневную душу. И прорвало молчание протопопова. На одном осеннем ночлеге написал протопоп воеводе писаньице. Призывал он воеводу в том писаньице бояться Бога. Его же все человеки трепещут. И не боится один он воевода. Гнет медведям, несет своим подданным людям великие беды да горе. Многонько было там писано. И должно быть писано красноречиво, сильно писано, как умел писать протопоп. На первом же привале прибежали за протопопом казаки, помчали его в его дощанике за три версты к воеводе. — Ты поп или распоп? — рыкнул львом воевода, дрожит, саблю тащит. — Азъеснь, аввакум, протопоп. Воевода ударил по лицу протопопа раз, другой, сбил с ног, схватил его чеканом по спине, приказал сорвать однорядку, бить кнутом. — Вот тебе и протопоп! — Господи Иисусе Христе! — вопил протопоп в перемешку со стонами. — Господи, выручай! Господи, помогай! И вдруг вскричал власно. — Полно тебе мучить меня, воевода! За что ты меня бьешь? — Полно! — опомнился воевода, отер лоб. — Убрать попа! — Не попа! Протопоп я! На мне сан святой! Протопопа стрельцы стащили в казенный дощаник, бросили на дно, а дождь, а снег. Мерз да мог протопоп всю ночь напролет. Утро пришло, пошли вперед, докинули люди в тайник кафтан протопопу, чтоб прикрыться. Перед братским острожком бесится, кипит самый большой порог по дун. Падает там вода через три каменных залавки, бьет сильно, суда ломает. Залавка — уступ в русле реки. Выбили снова протопопа на берег, и брел он по каменьям да по скалам с кованой цепью, спина засохла кровью да гноем да струбьями. Как пришли в братский острог, пала зима. Стал Пашков там зимовать. Ой, горе-горе, кругом иноземцы немирные нападают, в отряде людей половины нету. Остались позади, сжать и убирать засеянный у Хабарова хлеб. Подошли они уж зимой. Зима холодная, острог малый, корма скудные. Протопопа бросили в башню острожную, лежал, как собачка на соломке. Все на брюхе, спина-то болела, да мышей с куфьей бил. Много их было. Когда покормят, когда нет. И так до Филиппова дня. 14 ноября. А с того дня перевели в избу теплую казенную с аманатами, заложниками да своеводскими псами. Настасья Марковна с детьми в двадцати верстах жила в зимовье. От нее сынок Ваня о Рождестве пришел было на праздник повидать батьку. Так не пустили парня-стрельцы. Заперли Ваню на ночь в башню, а утром прогнали вспять. Так сынок отца и не видал. Мучился Протопоп в холодной башне, мучился он и в казенной избе со стятскими атаманами да с псами. Но не было покою от Протопопа и воеводе Пашкову. Мучил Протопоп воеводу. Завел друзей в отряде Протопоп. Ночные его шепоты под тулупами стали расползаться между людьми. Покончить бы с Протопопом попросту, убить бы его до смерти. Да не мог этого воевода, не смел. Протопопа-то знал царь. И в грамотках с Москвы слал ему привет, и сам царь просил его молитв. В братском-то самом остроге еще можно было обойтись без Протопопа. Было тут кому служить. В церкви был древний поп Иона. Хоть и прилежавший сильно питью хмельному. А весной-то ведь надо было идти дальше. А как идти без попа? Мало ли что случится. Да к тому же, лежа с мужем на перинах постели на лавке, в мохнатое ухо воеводе нашептывала жена его, Фекла Матвеевна. Грех великий, где делает он воевода, обижая праведника. Что ж с ним делать? С собой тащить? Да ежели тот Протопоп людей взбунтует. Вот почему в зимний вечер, когда в окошко избушки глядел серебряный месяц, горела пара сальных свечей в шандале в приказной избе, подьячий Шпилькин, прикусив на сторону язык, писал фигуристой и четко воеводскую отписку в Москву на имя государя-наследника и великого князя Алексея Алексеевича. На долгом пороге Распоп Аввакумко впал в разбойное намеренье, а кем подбит неведомо, и писал он Распоп грамотку воровскую своей рукой против властей, безо всякой правды, чтобы в твоем, государь, походе на Амур поднять мятеж. Итого хотел государь тот Распоп бунтовской Аввакумко, чтобы, собрав скоп, меня, воеводу твоего, не слушать, покинуть меня и убежать ему, как Васька Колесников, что меня оставил, как Мишка Сорокин. И с тем два ста боли человек, что твой государь-город на верхней лень разбили и грабили, и многих торговых людей убили до смерти. И то письмо Распоп Аввакумко, прочтя, я указал его бить кнутом на кобыле, чтоб, видя то, другим разбойникам было неповадно. И как его били, учал той Аввакумко кричать, «Братья, казаки, помогайте мне, не покиньте меня!» И многие другие слова говорил он и попреки. «По твоим, государь, указам, тот Распоп Аввакумко смерти достоин за те воровские слова, да, государь, безо твоего указа казнить его не смею». И других людей моих подбивал он на мятеж, Фильку, Помельцева из Томску, Никишку Санникова, да и Вашку Тельного из Березова и многих других воров. «И тех воров и изменников я из отряда выгнал, бил кнутом, отослал в Томск без замочания и в их место прибрал иных охочих людей. И как мне быть с Распопом тем Аввакумкой, прошу твоего милостивого указу?» Неизвестно, каков был на эту грамотку ответ, но ответ был. Протопопа Пашков не казнил, а освободил из заточения и, отправляясь по весне дальше на всход солнца, снова поволок его с собой. Трудный был поход. Добрались по Ангарем и переплыли чудом на утлых посудинах бурное Байкал-море. Шли селингой рекой, потом мелким хилком, где дощаники бросили, а поделали небольшие лодки и сутками их волокли против воды на бичеве. На хилке чуть не утонул Протопоп, когда оторвало и унесло валом его суденышко. Спасибо, люди перехватили. Все вещи перемокли, и шубы, и платья. Люди охают-ахают, а Протопоп развешивает свое добришко на кусты сушить, а сам смеется. Воевода бить его зато хотел, инди, то все делает насмех. А я, записывает Аввакум, богородице молюсь, владычца, уйми дурня того. Двенадцать недель эдак шли, прошли горами, а как добрались до озера Иргень, пришла зима. Рубили лес на волоке, поставили один острожек малый у озера вместо развалившегося, наплотили плотов и поплыли по Ингоде реке. Лес гнали с собой хоромный на крепость. Река мелкая, плоты тяжелы. Приставы немилостивы. Палки большие, батаги суковатые, кнуты вострые, пытки жестокие, огонь да встряски, а люди голодные. Станут мучить человека, а он и помрет. Добрались, наконец, да не рчи реки. Вспахали, засеяли пашни, а есть самим нечего. Жили на древесной толченой коре, ели траву, копали коренья, ели все, что можно есть и чего нельзя. Наконец поставлен был острог при впадении реки Нерчи в хилок. По Нерчи реке зимовали, пошли было на шилку реку, ставить стали опять острожки. Добрались до Даурской земли, а там все повоевано, пограблено. Люди разбежались, а богдойские люди войной грозят. И есть самим нечего. Пришлось протопопу свою однорядку московскую воеводе продать. Тот четыре мешка ржи за нее пожаловал. Так было тяжко, что отступился у воеводы ум. Есть нечего, кругом. Зверья много, а промышлять охотой воевода людей не пускает. Боится, сбегут. Ой, горе! Ели траву кореньем. Зимой сосну толкли. Кобыла жеребенка родит, люди жеребенка с голодухи съедят. А Пашков следует про то, да кнутом людей забивает. Строгота! Дурак он и есть дурак. И дальше Нерчинского острога не пошел Пашков. Куда идти? На Амуре все пуще да пуще дрались казаки с богдойскими людьми. И слышно было, писал Пашков в Москву, чтобы сменили его. Не выдержал даже этот железный человек. Плакался в челобитье. Годы де старые, болезни одолели. Царь-государь ослабонис, милуйся, пожалуй. Не скоро пришел с Москвы указ о смене Пашкова. Только 12 мая 1662 года. Вот тебе и вышел на Амур воевода Пашков. Молчал протопоп. Брел по тернистым дорогам своей многострадальной жизни, куда его волокли воеводские люди. Молчал и думал, и от того вынужденного молчания разгорелось его сердце страстью обличенья. Изгнан он протопоп из светлого рая московского, отлучен от милых друзей, от богобоязненных нежных жен, от светлых с ними бесед, от которых тонеет и утренеет дух, становится тогда, видимо, светлое, скрытое в грядущем. И, закрывши глаза, ворочается на жестком нерчинском ложе своем под плач ребят, стоны Марковны, подвой метели и голодных волков. Вспоминал, содрогаясь протопоп, одно изображение, что видел он давно на стене в притворе еще в Макавьевско-Желтоводском монастыре. На стене той бог, грозный, бородатый, весь в огне, в сиянье, в облаке, меж цветков до деревьев, изгонял Адама и Еву из рая. И уходили они, бедные да голые, вниз, в окромешную тьму, в лес, ровно в Сибирь сам протопоп со своей Марковной. И ангел-охранитель стоял твердо на пороге покинутого рая, светлый, грозный, обе могучие руки вытянув, положив на рукоять пламенного меча и крылья свои по-орлиному приподняв за крутыми плечами. А из рая, из чудесного того сада, льется широкими лучами свет несказанный и исчезает, гаснет в земных лесах Забайкалья. Ин до страх шевелил волосы протопопа, а вивал спину его мелкой дрожью. Впрямь, видать, так велики грехи его протопопа, что так наказует его бог. А если так велики грехи, так на какую же муку не готов он, протопоп, только чтобы их искупить? Субтитры создавал DimaTorzok